Девочка-пай 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 Ёлка, включи тостер! Куда подевалась моя расчёстка? Девочка-пай Ёлка, поставь чайник! Ну я не понимаю, а? Ну кто вчера не положил на место утюг, а? Интересно, я попаду сегодня в ванную? Фёдор, ты одет? Я думала, он у тебя! Ну ты мне отдаёшь! Ребёнку шесть лет, тебе тридцать шесть, а иногда кажется, что наоборот! Всё, мам, ванна свободная! Мне тоже нужно! Стоп! А кто тосты жарит? Давайте уже завтракать! А то я с вами всё отопоздаю! Передай-ка мне паштетик! А говорят, кто-то сегодня на диету собирался садиться! Да! Кушай, кушай, кушай! Ну ладно! Сегодня уже опоздали, проспали! Начнём завтра! Я подойду! Алло! Здравствуйте! Будьте добры, Лену! Здравствуйте! А вам какую? Мне Савельеву, я со студии! А, значит, вам старшая нужна! Сейчас, минуточку, подождите! Извините, у меня совсем нет времени! Вы передайте ей, что сегодня на Мосфильме кастинг в шесть! Пропуск на неё заказан! Спасибо! Кто это звонил? Со студии! Меня уже? Я тоже поначалу так думала! Ой! Но у нас в доме есть ещё дарования! Великие! Ну что ты там прячешься? Вылезай! Вылезай! А никто не прячется! А что, собственно говоря, произошло? Да ничего пока не произошло! Просто тебя на кастинг вызывают! Опять? Ну, подумаешь, кастинг! Если хотите, это проверка на профпригодность! Ёлка, мы же договаривались! Ну, мастер узнает! Ты же вылетишь из института! Я вот не понимаю, почему мы всё время должны обсуждать очевидные вещи, а? Закончи сначала институт! И потом все кастинги будут твои! Я тебе первая помогу! Ты меня поняла? Угу! Значит, сегодня на кастинг ты не идёшь! Да учиться я иду учиться! И давайте закроем уже эту тему! Хорошо? Алло! Как в девять? Мы же с вами на одиннадцать договаривались! Хорошо, я приеду! Ладно, потом ты мне всё объяснишь! Да! Начинайте без меня гримировать! Я вот ненавижу, когда кто-то путает мои планы! Придётся тебе племянника в сад везти! Не, ну нормально! По-моему, мне учиться надо! Как мы только что выяснили! А вот и отлично! У тебя же институт по дороге! Вот и... Да я могу отвезти! Дорогая моя! А вот ты поедешь на занятия! У тебя через месяц экзамены! Давайте, собирайтесь! Ну, пошли, Фёдор, одеваться! Пошли! Пошли! Лен! Сладкую парочку вчера видела! Отца, что ли? Угу! Его самого! Вместе с Татой! Ну и как? Да никак! Вообще смешно смотреть! Эта Дэлда такую юбку нацепила! Я бы жизни её не надела! А ей уже под тридцатник! Да, это серьёзно! Мы-то вообще на её фоне старухи! Ну, сравнила тоже! Матерь, я ничего не сказала? Обижаешь! Ну вот! Ребёнок готов! А вы о чём тут секретничаете? Одевайся! Мама! Ну, хорошо! Давай, быстрей! 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 Да иду я! Мам, а если женщина отдаёт мужчине самое дорогое, это флирт или любовь? Фёдор! Ты что, ночью телевизор смотрел? При чём здесь телевизор? Вот! Видишь? Это куриный бог! Его Машка мне подарила! Он счастье приносит! Вот я и думаю, у неё серьёзно? Ну, если куриный бог, думаю, что очень серьёзно! Мам, а помнишь, мы едем сегодня строить замок? Ну, конечно! Я же обещала! И у тебя ничего не изменится? Ничего не изменится! Даю слово! Оля! Мам, всё, я побежала! Подожди секунду! А что ты такая взвинченная? В институте проблемы или Сашка опять поругалась? Мама, всё в норме! А с Сашкой я не могу поругаться, потому что мы с ним и не мирились! Всё, пока! Фёдор! Пойдём! Всё! Целую! Всё! Пока, мама! Пока! Осторожно через дорогу! Оля, садись! Да, да, да! Фёдор! Можешь не продолжать? Ты опять не в институт! Ты всё правильно понял! Ты что, его бросила? Но это временно! Это связано с мужчиной? Не думай, я всё понимаю! Это связано с работой! Но пока что это очень большой секрет! А, ясно! О! Ну, как дела у Марика? Удалось мальчишку переодеть? Прогресс налицо! Угу! С рубашкой мы уже договорились! Осталось побороть ботинки! Да! Ситуация! Ситуация! Всем доброе утро! Доброе, доброе! Если это утро вообще можно назвать добрым! А почему съёмка-то на два часа раньше? Трагедия у человека! Что случилось? У папы в двенадцать переговоры он забрал Мерседес! И бедному Ванечке пришлось бы ехать к нам в студию всего-то на какой-то Ауди! О! Господи! Ты смогла бы такое пережить? А, нет, я бы не смогла бы. Действительно тяжело. Да тяжелее, чем ты думаешь. Босиком он, видеть ли, ходить отказывается, а джинсы снимать категорически тоже. Марик с ними вообще уже намучился. С ними? Он что, не один? С охраной. Да? Значит, мы с тобой договорились. Рубашечку мы меняем, так? Так и быть. Спасибо. Теперь нам нужно избавиться от бейсболочки. А мой стилист сказал, что мне бейсболка очень идет. Ванечка, Мася моя, у мальчика на картине Внецанова по определению не может быть бейсболки. Ну, смотри, как у меня зайчик. Как у меня зайчик, зайчик, у меня зайчик, зайчик. Мужчина, вы держите бейсболку. Зайчик, зайчик. Не надо, не надо. Не надо так нервничать. Это же ребенок. Пошумит, покричит. На, Ванечка, играй. Но он ведь перестанет когда-нибудь. Привет, Мария. Лина, слава богу, а то у меня уже все здоровье кончилось. Ну, здравствуйте, Иван. Меня зовут Елена Александровна. Я вижу, вы уже готовы к работе. Как? Какой работе? А мы сегодня с вами должны хорошенько поработать. Как будущий бизнесмен, вы уже сейчас должны думать о собственном имидже, который поднимет ваш рейтинг и укрепит репутацию. Но, чтобы соответствовать адекватной конкуренции, нужно владеть искусством перевоплощения. Чем мы сейчас с вами и займемся, да? Ладно, причесывайте меня. Только можно я джинсы закатаю? И все равно видней будет. А? Да. Спасибо. Ну, давайте, я вас жду. Такие веранды прекрасно смотрятся в садах средиземноморского стиля. Их можно увидеть, к примеру, диким виноградом, каприфолью, жимолостью или клематисом. Спасибо, Ольга. Вы замечательно подготовились. Напоминаю, что через две недели я начинаю собирать чертежи ваших участков с прилагаемыми к ним фотографиями. А сейчас перерыв. Ольга, вас я прошу задержаться. Ну, и долго это будет продолжаться? Ну, что ты смеешься? О нас уже не весь что думают. Я порчу твою репутацию. Ну, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Ну, что за дурацкая манера каждый раз оставлять меня на отдельную беседу. Ну, правда, детский сад какой-то. Ну, а когда прикажешь с тобой разговаривать? Ну, подумай. После ваших занятий у меня курсы с абитуриентами. Потом я пулей лечу к заказчику. После этого надо еще внука забрать из садика. А? Боже мой, как время меняет людей. А помнится, на последнем курсе ты говорил, что навсегда останешься холостяком и уедешь далеко-далеко строить новые города. Вспомнила бабушка первый поцелуй. А вот насчет далеко-далеко я как раз хотел с тобой поговорить. Работу я тебе нашел. Да. Моим приятелям заказали большой проект оздоровительного комплекса в Башкирии. Через две недели они едут освоивать территорию. А ты, ты можешь украсить этот чисто мужской коллектив. Дима, какое освоение, какой коллектив? Я уж сто лет за Кульманом не стояла. У меня руки все забыли. Да ничего страшного, вспомнят. Мы с тобой сделаем так. Я тебе поставлю экстерном все зачеты. Наваяем с тобой дипломную работу за недельку. Но ты подумай, Оля, зато какие перспективы, а? Димка, спасибо тебе за все. Ты даже не представляешь, как вовремя ты мне позвонил. И квартиру помог сдать, и нас с елкой к Ленке перевез. А эти твои курсы вообще меня спасли. И я, и Дима, закончу. И сама сделаю диплом. Я должна все начать сначала. Алло, Ритуля, привет, это я. Галя, ну что, а сегодня в восемь? Что? Мама приехала. Я понимаю, да. Ну ладно. До завтра. Целую. Галя, Галя, дома буду в восемь. Я тебя цылаю. О, привет. Привет. Вы еще не закончили? А ты не видишь. Только начали. Значит, пара часов у меня еще есть? Больше. Все, я исчезла. Ты понимаешь, что тебе грустно. Ну? Другую руку. А теперь грусти. Как? Тихо, 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 сидеть. Давай еще раз. Давай. Мы с тобой внимательно посмотрим вот на эту картину. Ты видишь, мальчик сидит и горюет. Я пытаюсь. У меня не выходит. Ну, а ты, например, вспомни что-нибудь грустное-грустное. А что грустное? Ну, я не знаю, но... Ну, например, ты о чем-то мечтал на Новый год, а тебе не подарили. Попробовали бы они. А, например, ты очень-очень хотел покататься на лошадке. А тебе не дали? У нас своя конюшня. А может быть, тебя когда-нибудь несправедливо наказали? Кого? Меня? Я не знаю. Вот и я о том же. Я не знаю. Подожди, сейчас сделаем. Ванечка, Вань, звонил ваш папа и просил передать, что ему срочно понадобился Мерседес. Водитель уже уехал. Что? Ауди забрала ваша мама. Но ничего страшного, не переживайте. За вами пришлют Волгу. Я? На Волге? Снимай, снимай. А? Есть. Вот тебе, батькин, обед. Давай. Я вам не помешала? Нет, нет, конечно, заходите. Дмитрий Николаевич, я вам фотографии принесу через две недели. Хорошо. Продолжим через пять минут. Ну, я вижу, наш Батурин всерьез взялся за твое индивидуальное обучение. У нас с Дмитрием Николаевичем принципиальное расхождение по поводу расположения висты в условиях неярко выраженного рельефа. А я была порадовалась за тебя. Кстати, а ты нашла участок для нового проекта? С чего ты взяла? Ну, ты только что сказала Дмитрию Николаевичу. Ну, мало ли, что я сказала. А я тебе нашла целых два варианта. Первый. Дом есть. Участок большой. Хозяйку я знаю. Но единственное но. Она моя свекровь. Второй. Дом только что отстроили. Участок отличный. Но тоже есть минус. Хозяйку в глаза не видела. Ну, и что? А вдруг у Мымра какая-нибудь? И кто из них окажется мрее? Вопрос сложный. О, Аллочка. Я вас везде ищу. Вы мне очень... Ёлка! Ёлка! Я здесь. Я что, за тобой бегать повсюду должна? Ты что мне, проект сорвать хочешь? По-моему, для всех объявили перерыв. К тебе, милочка, это не относится. Труд, между прочим, сделал из обезьяны человека. Он же сделал из человека актрису. Понятно? Конечно, понятно. Актриса не человек. Амалия Ивановна, как вам идет этот лиловый цвет? Спасибо, Ромочка. А мне говорили, что этот цвет одиночественный. Что вы? Это королевский цвет. И вообще у вас безупречный вкус. А какое у вас чутье на актеров? А у вас же легенды ходят. Так уж и легенды. Горбунов! Подойдите сюда. Еще раз опоздайте. Вас ни на один проект не возьмут. Уж я позабочусь. Амальвана, честное слово, больше никогда. А хотите кофе? Принеси. Ах, это юное поколение. Такие необязательные. Абсолютно никакой ответственности. Ну да. И это племянник нашего режиссера. Сергей Петрович? Да, а вы не знали? Нет. Владик, Владик. Он забыл тебе сказать. Сейчас как раз проходит кастинг на главную роль. Абсолютно твой типаж. Ты чего тут Амалии наплел? Какой он племянник? Ну, он же наверняка чей-нибудь племянник. Почему не Сергея Петровича? А зато у нас теперь есть 10 минут, чтобы попить кофе. Угу. О, вон. Так. Второе тоже. Так. Дети, скоро обед. Ага. Давай. Лидия Васильевна. Да-да, иду. А где твой курин бог? Да вот, смотри. А я тебе веревочку принесу. Отдай! Будь другом, скажи, что это ты разбил. Мне от отца так летит. Тебе все равно. У тебя папы нет. Белов, это опять ты? Нет, Лидия Васильевна, это я разбил. Нечаянно. В этот день, как всегда, Открываю альбом Фотографии в нем не счесть. И сейчас, как тогда, Я лечу сквозь года, Чтобы вновь Очутиться здесь. Это я, Это ты, Вот наш дом, Вот наш сад. Ты мне даришь цветы, О, Боже, сколько лет тому назад. Почему не найти На вопрос Мой ответ И тебя Рядом нет сейчас. Разошлись Вдруг пути И теперь Впереди Нет дороги Ни одной Для нас Где же я? Где же ты? Пусть наш дом Пусть нам в нем Лишь остались Лишь остались Мечты Как было хорошо С тобой вдвоем Нам было Хорошо С тобой вдвоем О, ты сегодня рано Я на минутку Кофе хочешь? Нет Я, собственно, За вещами Что-нибудь случилось? Ты Прости меня Но я полюбил другую Как это банально звучит В общем, месяц назад Я подал на развод Как это? Я не хотел тебе Об этом раньше говорить Но сейчас Больше тянуть нельзя У нас на следующей неделе Назначено Боялся, значит, сказать Но если так тебе будет легче То считай меня трусом Девушки отдыхают Вам помочь? Да, мне нужны Очень модные босоножки На очень высоком каблуке С очень длинными ремешками Отличный выбор Вам очень пойдет А какой цвет? Очень желтый Здравствуйте Здравствуйте А лифт не работает О, Господи Я же не дойду Боже Девушки отдыхают Эй! Эй! Ой, мам, ты дома? Да! Масочку решила сделать! О, молодец! Ты, главное, подольше подержи, эффект заметь не будет. Кстати, а что там такое желтенькое валяется? А, это… Это я тебе босоножки купила. Правда? Так я померю? Конечно. Ну, как? Нравится? Ух ты! Обалдеть! Мам, ты меня просто поразила! Такие навороченные и жутко дорогие! С чего вдруг? Да я не знаю, просто так. Решила тебе приятное сделать. Мамочка, ты просто супер! Спасибо! Тихо, тихо, тихо! Я в маске! А ты-то чего сегодня так рано? А, съем… репетицию перенесли. Да, и что мы репетируем? Что-то ты мне в последнее время ничего не рассказываешь. А нечего рассказывать. Все по-старому. Новостей вообще никаких нет. Ой, темнишь ты, елка. Раньше часами могла мне говорить о институте, а сейчас ничего нового. Да быть этого не может. Мам, ну… Постой, а в чем у тебя руки? Не знаю… Господи, да что ж такое-то, а? Спокойно. Вспомни, что ты руками брала, что делала? Да ничего я не делала. Я вот только масочку успела нанести и все. Мама, какая маска? Это крем для автозагара. Ты сейчас станешь конкретным негром. Да? А кто мне сказал, чтобы я подольше подержала? Ладно, все. Спокойно. Быстро, Ванну. Мамочка моя, другая. Эффект на лицо. Как я теперь на людях-то появлюсь, а? Значит так, мам. Нужны радикальные меры. Будем отбеливать. Правильно. Точно. Сейчас, сейчас, сейчас. Где оно? Где оно? Где оно? Вот. Вот. Что? Что ты ищешь? Что? Отбеливатель для цветных тканей. Мама, ты… ты с ума сошла? Какой отбеливатель? У тебя вся кожа слезет. Да пусть она лучше слезет, чем вот так. Дай сюда. Мама. Да не, не сюда. Давай. Мама. Мама, возьми себя в руки. Посмотри, на самом деле, очень даже ничего. Такая симпатичная, педнистая расцветочка. Давай, давай, измывайся над матерью. Кошмар. Так, ладно. Значит, смотри, мам. Соберись. Значит, вот скраб. Скраб? Вот мочалка. Стой, только подожди, без фанатизма. Я тебя знаю. В холодильнике возьмешь сметану для лица, намажешь. Хорошо? Вот. А я в магазин за лимонами. Два-один. Да. Дай сходики. Спасибо. Спасибо. Из меня эти дети сегодня все соки выпили. Да ладно, не переживай. Мальчиков уже сняли, завтра девочки будут. Да? Ты не знаешь мою Дашку. Она одна трех мальчиков стоит. Что не дождусь, когда замуж выдам. А сколько ей лет? А сколько ей лет? Пять. Ого. Скоро будет. Ага. 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 Как это ты перехватил мой батник, пока я за деньгами бегала? Ага. 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 Ну, что ты? Ага. Я дам только через нейтральную сторону. Вот. Так поступают настоящие мужчины. Ой, ой. Здраво, мальчик. Детский сад. Алло? Я укрою твои плечи разноцветными шелками, чтобы этот теплый вечер навсегда остался с нами. Я перевожу. Ты один, тебе скучно и тебе хочется поговорить. За что тебя люблю, за проницательность. Ты почти угадала. Почему-то почти? Я один, мне скучно и я хочу тебя видеть. Но, сегодня же не наш день. А что нам мешает это исправить? Подойди к окну. Сумасшедший. Я сейчас спускаюсь. А теперь говори правду, почему ты здесь? Моя вторая половина внезапно уехала в командировку. И сегодня абсолютно свободный мужчина. Ужин заказан. Номер забронирован. Поехали кутить. Я не могу. Почему? Понимаешь, я сегодня Федора обещала быть дома. Мы с ним давно собирались построить замок и все никак. И сегодня утром я ему дала слово. Господи, ерунда какая. Ну, завтра построите. Он сегодня ждет. Ну, неужели нельзя как-нибудь договориться? У тебя же дома целая куча родственников. А при чем здесь родственники? Ну, как при чем? Ты их кормишь, поешь. Пусть отрабатывают. Что значит отрабатывают? Ну, что они? Не могут с ним посидеть один вечер? Ну, хотя бы из чувства благодарности. По-моему, мы с тобой разговариваем на разных языках. Какая благодарность? Ты что, не знаешь, сколько Ольга мне помогала? И эту студию я купила на ее деньги. Лен, ну, согласись. Сейчас они сидят на твоей шее. Это мое дело. И моя семья. У тебя есть своя. Вот о ней и думай. Лен, ну, не заводись. Иначе мы неизвестно, до чего договоримся. И не испытывай мое терпение. Ты мое уже три года испытываешь. Так, стоп. Ты прекрасно знала, что я не свободен. Я от тебя ничего не скрывал и ничего не обещал. А я у тебя ничего и не требую. Только я не твоя собственность и не буду подчиняться твоим прихотям. То есть ты называешь наши отношения моей прихоти. Ой, вот только не нужно передергивать, а. Я сейчас говорю о конкретной ситуации. Ну, почему в последнее время все наши встречи заканчиваются выяснением отношений? Ну, мне этого добра и дома хватает. Вот. Правильно. Тебе не нужны ни мои проблемы, ни мои родственники, ни мой сын. Все это у тебя уже есть. Лена, перестань. Иначе поссоримся. Да. Мне кажется, мы уже все выяснили. Я пойду, а то в сад опоздаю. Да подожди, никуда твой сад не денется. Меня ждет Федор. Лена, ну перестань! Оп-оп, Денис, хватит носиться. Твой папа скоро приедет, а ты такой мокрый. Давай, собирай конструктор. А ты что припозднился? Где твоя сосна, ель? Ёлка, у нее репетиции сегодня. Ну, это, конечно, очень важное дело. А давай я позвоню тете, чтобы она тебя забрала. Не надо. Со мной мама сегодня приедет. А вдруг она на работе задержалась, а тетя Оля дома? Лидия Васильевна, если мама обещала, то она обязательно приедет. Ну, если обещала. Папа! Простите, пробки. Извините, задержалась. Здрасте. Мама! Федор! О, вот и замечательно! Лидия Васильевна, можно поставить? Не присмотрите за моим? Конечно, мы тогда одеваться пойдем. Спасибо. Давай. Ой, кажется, в спальне свою машинку оставим. Да? Ну, иди скорее. Ап. Так. Где твой шкафчик этот? Угу. Твоя куртка? А вы строгая? Не знаю. А вы только Федора не ругайте за графин. Какой графин? Ну, тот, что и города разбил. А Федор говорит, что он. Да? У Федора же папы нет. А мама ведь, они все добрые. Федора и так наказали. Он без сладкого остался. Вот она! Вот, нашел! Мы едем строить замок? У-у-у. Как это? Мы с тобой сейчас поедем в большой-большой кондитерский магазин. Да? И купим большой-большой торт. А потом поедем строить замок. Хорошо? Ура! Ура! Ёлка! Господи! Тебя только за смертью посылать! Здравствуйте! Ой, Леночка! Я Оля Елизавета Петровна. У меня просто маска на лице. Да, Леночка, что я тебя хотела попросить? Ты не посмотришь мой счетчик? А то я очки куда-то свои задевала, ничего не вижу. Конечно, Елизавета Петровна, я посмотрю. Только, Леночка, напиши мне. Ну, как же вы увидите, если я напишу? Вы же очки потеряли. Ну, я покажу, где мой счетчик. А-а-а! Елизавета Петровна, ну, зачем вы дверь-то закрыли? Ты мне не диктуй, я все равно ничего не слышу. Ты мне напиши. Как я теперь в дом-то попаду? Спасибо, милая. Елизавета Петровна, можно я от вас хоть позвоню, а? Спасибо, выручила. Елизавета Петровна. Караул. Здравствуйте. Ой, мама, памщик назад. Ой, мама, а что ты тут делаешь? Соседей пугаешь, да? Да, Елизавета Петровна, попросил счетчик посмотреться, сама дверь захлопнула. А, Петровна, ну, тогда понятно. Держи, Лимон, держи. Дядь Сереж, выходить уже можно. Уже не нужно. Угу. А я ей еще говорю, подержи подольше. Подольше, да. А Елизавета Петровна, я не могу. Она говорит мне, говорит, Леночка, я тебе сейчас счетчик покажу. А сама дверь закрывает. Мне сама прикольная была, когда памщик описывал. Все, я больше не могу. У меня скулы болят. А ты еще кусочек тортика скушай. Я уже съела два. Три. Два. Три. Да. Ну, тогда завтра на диету. Ну, завтра. Угу. А ты в овощной сходила? Я? Да. Я, между прочим, маме лимоны покупала. Мама, скажи. Тогда сходи сейчас. Мам, значит, мы сегодня не будем строить замок. Мы еще как будем. Обязательно будем. Вон, елка, пятый кусок своего торта доест. И пойдет в овощной магазин. А ты можешь с ней прогуляться, да? А мы пока с Ольгой все к строительству замка приготовим, да? Ну, выкладывай. Что я выкладываю? Из-за чего ты слезы лила? Ты о чем? Ну, Оль. Ну, я-то что-то не припомню, чтобы ты занималась масочками, а? Это ты можешь елке сказки рассказывать. Ну, в чем дело? Представляешь, сегодня ровно год, как он ушел. И именно сегодня я его встретила. Понятно. Статый. Знаешь, посмотрела на них, такая мне обида взяла. А потом вдруг его жалко стало. Не молодой человек, а все чего-то хорохорится, соответствовать пытается. А потом посмотрела на нее, и себя стало жалко. Ну, ты разберись, кого жалеть-то, а? Тебе смешно, а мне опять плакать хочется. Вот это и зря. Ну, мы же с тобой сильные. Да. И красивые. Очень смешно. А твой бывший еще пожалеет. Да. Только нам на это будет абсолютно наплевать. Угу. Угу. Так. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Не трогай, не трогай, сломаешь. Аккуратнее, Федя. Сейчас ты все уронишь, отойди лучше. Осторожно. Дай заборчик, пожалуйста. Может, вам чаю поставить? Угу. И тортик принеси. Давай, детка, ешь, ешь. А то Елена на завтра всех построит. Кто это из меня монстра-то делает? Сами потом спасибо скажете. Скажем, скажем, если живы останемся. Ну, а куда вы денетесь-то? Зато летом. Будьте красивые, молодые, стройные. И опять будете дома сидеть на диване. Вы же никуда не ходите. Кто оценит ваши подвиги? Во-первых, нам и дома хорошо. Да. А во-вторых, мы это все делаем не для кого-то, а для себя. Да. Подождите, интересное дело. Значит, я ломаю себе голову, как вас обеих выдать замуж. Ну, а вы понимаете ли, для себя. Хватилось. Нас давно пора в тираж списывать. О, что ты на себя-то наговариваешь? Ты еще такого принца встретишь. Ага. Хотя наша мама говорила, помнишь? Своя судьба. И на печке найдет. Ага. Позвонит и скажет. Здравствуйте, я Петя. Пришел с вами знакомиться. Кто это? Кто там? Девочки, это я! Ваша тетя Люся! Ой, тетя Люся приехала. Девочки мои дорогие! Тетя Люся! Девочки, соскучились! Вижу, вижу! Поехали! Как соскучилась, господи! Тетя Люся! Ой, елка, это ты! Надо же! Ты посмотри, как она выросла! Посмотри, как она выросла! Врослая какая стала! В каком классе учишься? Да ты же я учусь! Да, да, да! Ой, неужели это твой? А я только по школу! Посмотри, как время бежит! Правильно рожать нужно вовремя! На! Тетя Люся, это же мой! Я же вам писала! Да! Да! Когда? Ну, может быть, может быть! Может быть! И правильно! И правильно! Рано тебе еще, елка, рожать! Ну, что стоим? Пошли подарки разгружать! Пошли! Тюзер, помоги! Тяжело! Тюзер, помоги! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Девочки мои дорогие! Девочки мои дорогие! Соскучились! Вижу, вижу! А я как соскучилась! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Соскучилась я! Ой, соскучилась! Зверь, я прям... Мама, редисточку возьми! Дорогие вы мои. Ты что? Вкусно же! В семь часов. А что такое? Что ж я, Люся? Господи. Ой, девочки, уже встали? Очень хорошо. А я сырничка взяла, как раз тепленькие. А на обед будет борщ. Федор, поел? Молодец. Уступи место старшим. Спасибо, дядя Лиза. А что в дверях стоим? Проходите. Давайте, давайте. Присаживайтесь. А я вам вечером картошечки зажарю, а завтра с утречка пончиков напеку. И вот еще что. Я тут посмотрела, бедновато вы живете. Бледненько все как-то, вот как в Собесе. Ну, ничего, я сама этим займусь. Скоро вы свою квартирку не узнаете. Представляю. Так, ну, ешьте, ешьте сырники. Я ж сказала, пока тепленькие. Вот. Господи, до чего же вы себя довели? Худые, зеленые. О, гляньте, что я сегодня с рынка принесла. Вот. Сардыльки коптеные. А это колбаска, домашняя. Порошок. Ковеечка. Ребрышки. Так, положили сметану. Больше, больше, больше кладите. Вот. Горох сварю. А вот и яблочки. А из яблочек мы сегодня вареньцы сварим. А вы мне поможете их почистить. Я на работу опаздываю. Да. Угу. Увидимся вечером. А мне в институт уже пора. Угу. А я с Федором в сад. Ну что ты, мамочка, у тебя же сегодня свободный день. Ты посиди дома, а я сама Федора отведу. Спасибо, тетя Люсь. На здоровье, елочка. Олечка, так ты сегодня свободна. Это ж хорошо. Мы вместе хозяйством и займемся. Тетя Оля, ты ваш. Спасибо, Федя. Алло, Марин. О, господи. На дачу? Да, конечно, поеду. Да хоть сейчас. Господи, как ты вовремя. Маринка. Я ору? Нет. Ничего не случилось. Конечно. Это же так важно для моего диплома. Угу. 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 Естественно. Спасибо, Марин. Я тебе очень благодарна. Когда встречаемся? Через полчаса. Угу. У садового центра. Пока. Спасибо, тетя Люсь. Сырники. Супер. Я с собой. Я рада. Ольшка, я открою. А я туда для запаха добавляю немножко этого. Как его? Я его тоже с укропом готовлю. И пару долек чеснока. Ну, а эту? Тьфу ты, как ее? Не добавляешь? Не, я без петрушки. Ну все, тетлюсь, я пошла. Что, собралась уже? Здравствуйте, Елизавета Петровна. Здравствуй, Леночка. А чего ты такая бледненькая? Не выспалась? Лиз, какая Лена? Это Шуоля. А я что сказала? Ой, Наташа, все хочу у тебя спросить. А ты под пион камень закапывала? Да, закапывала. Так, и что? Ну, пока не цветет. Да? Угу. Слушай, а может камень не тот? Да нет, под пион ржавый гвоздик у нас нужно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, вы капитально прикупили. Да. Ой, девочки, я тоже как зарплату получаю при веком сюда. И не говори о прошлом году, я здесь целое состояние оставила. Мы так посчитали, на путевку в Египет мне точно бы хватило. Мне теперь муж больше тысячи вообще не дает. Да, самое главное от них все спрятать. Девочки, а я приспособилась. Вниз холодильничек положу, сверх мандаринами замаскирую. Ой, эта мандарина терпеть не может. Все. Слушайте, а я в гараже прячу у подруги. Просто замечательно. Ой, девочки, а я один раз... Сейчас, секундочку. Ага. Ну вот, слушай. Да, милый. Где я? Рубашку тебе выбираю. Как не надо? А, деньги надо экономить. Абсолютно с тобой согласна. Все, целую. Пока-пока. Девочки, ой, какая птичка. Ой, да ты, моя девочка, ну посмотрите. Вот. О, подержи. А вчера не было. Держи. Ну и зачем ты меня сюда привлокла? Проходи. Ты ничего не понимаешь. Стоит тебе один раз сюда попасть, потом за уши не оттащишь. Подожди. О, рододендрон. Держи. Ох ты. А ты сама-то что хотела купить? Честно? Все. Этот не надо. О. Где же он-то? Вот это я его видела. Где же он-то? Вон она. А, точно. Ой, простите, пожалуйста. Оль, ну иди сюда, что ты там стоишь. Да вы еще что-то. Да вы что? Девушка, я первая увидела. Да что ж ты? Берегина. Я раньше от Борьки рассаду под ванной прятала или в стенном шкафу в коридоре думала ругаться будет. Так он решил, что я рассаду в темноте выращиваю и все вещи оттуда перенес в другой шкаф, чтобы рассаде было куда расти. Угу. Ну не смешной скажи. Не скажу. Твой Боря редкий тип мужчины. Таких беречь надо, а не травмировать. А я их берегу. Тюльпаны привезли. Тюльпаны? Тюльпаны. Тюльпаны. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, дамы на всех шлангах. Угу. Бред. Сумасшествие какое-то. Оль, ты что? Оказывается, это зарадно. А я что говорила? Держи. Да. И хотелось бы каких-нибудь теплых оттенков. Понимаешь, вот… Фон не серый, а… Да, да, да. Какой-нибудь, ну… Никита. Какой-какой? Всем доброе утро. Ну, я… Ну что, у нас ничего не поменялось? У нас ничего не поменялось. Ну? Я тебе уже сказала, нам нужен классический образ женщины-вамп. Длинные черные волосы, такой агрессивный макияж и… И ярко-красный лак на ногтях. Ну, и будет тебе ярко-красный лак на ногтях. Чего ты меня учишь? А то я не знаю, как выглядят роковые женщины. Ну, а что ж ты спрашиваешь? Извините, я опоздала немножко. Опа! Вот вам и вам. Катастрофа. Караул. Мама… Почему? Вам не нравится, что ли, совсем? А я вот решила иметь сменить. Так волосы длинные надоели. Правда, хорошо? А? Что ты с собой сотворила? Ты же нас всех без ножа зарезала! Без ножа? С ножом! Вчера сыр резала и порезала. Сыр? Да палец. Палец. Еще нож сломала. Лучше б ты каблук сломала. Я сейчас тебе что-нибудь сломаю. Бери сюда! Тише, тише. Он пошутил. Больше так не будет. Не будет. Не будет. Только скажи мне, пожалуйста, как я из этой бесцветной моли буду сейчас роковую женщину делать? А ты из кого будешь делать роковую женщину? Ну иди сюда! Все, хватит, а! Давайте работать. Значит так, надеваем парик и делаем маникюр. Как? Так. Парик ей, а маникюр мне. Ага, снимаем. Отлично, молодец. Вот так. Умница. Супер. Голову сюда поверни. Ага. Глазки. Глазки на свет. Угу. Отлично. Класс. Пальчики, пальчики, вот так чтоб видно было. Ага. Ногти. Молодец. Угу. Отлично. В другую руку. Угу. Так. Ага. Отлично. Кир, ты… Извините, у меня нот зачесался. Кир, ты с ума сошла? Ну, головой думать немножко надо, а. В чем дело-то, а? Извините, пожалуйста. Слушайте, час женщину обнимать сидеть. Кошмар какой-то. Кошмар. Я бы не отказался. Все, перерыв объявляю. Ну, перерыв, перерыв. Ну, перерыв, перерыв. Ха-ха-ха. Господи, кто это написал? Чудовищно. Сергей Петрович. А, Маля Ивановна. Считаете? Ну и как вам? Необыкновенно. Кстати, у Владика все хорошо. А, у Владика? Ну и хорошо. Ну, действительно, необыкновенно. Ну и кто это будет играть? Ну-ка, вы трое. Подошли сюда. А, фамилия? Бурмакина. Так, тебе к Бурмакина приходить не нужно. Свободно. Свободно, свободно. Так, вы двое. Завтра в десять с чистыми волосами. Без макияжа. Поняли? Отлично. Ёлка, ну надо же. Вот так встреча. Бурмакина? Я на кастинг, а ты? В стороночку. А я тут снимаюсь. Да ты что? Круто. Ты поэтому академку взяла? Да, пришлось. А на курсе думают, что ты за границу уехала. Пускай думают. Главное, чтобы домой не звонили. Ну, а как у вас? Рассказывай. Ой, у нас, как обычно, сумасшедший дом. Ничего не успеваем. Скоро спектакль сдавать, а у нас конь не валялся. Слушай, а ты вообще ничего не знаешь? А что я должна знать? Ну, в общем, тебе все равно кто-нибудь скажет. Да говори уже. Ну, ты же с Сашкой разошлась? Ну, перед твоим уходом. И что? Встречаемся мы с ним. Он мне уже предложение сделал. Поздравляю. Елка, ну я же думала, что ты уехала, бросила его. Он поначалу, знаешь, как страдал? А ты его утешила, да? Да, конечно. Потому что человеку очень тяжело одному. Кто-то должен быть рядом. А ты ему даже правды не сказала. Он же ничего не знает. Да, ты права. Человеку очень тяжело одному. Особенно, когда его не понимают и передают. А ты спроси у своего страдальца, как я по его милости чуть из института не вылетела. Это уже потом умные люди подсказали академику оформить. Но... Да знал он все. Он единственный все знал. Елка, костюмерную. Да иду я. Ладно, забудь. Желаю вам счастья. Я отпускаю тебя, отпускаю себя, Обжигает любовь нервы. Но кто заменит тебя, кто заменит меня, Кто окажется вновь первым. Мы хотели просто доказать себе, Кажется, что все предугадали. Как мы не готовились к войне, Все равно ее мы проиграли. Как мы не готовились к войне, Все равно ее мы проиграли. Я вспоминаю тебя, Проклинаю себя, Расставаться любя. Сложно. Ты не забыла меня, Ты простила меня, Мне вернуться к тебе. Можно. Мы хотели просто доказать себе, Что судьба ничем не обделила. Как мы не готовились к войне, Все равно любовь нас победила. Как мы не готовились к войне, Все равно любовь нас победила. Группа, приготовились к съемке. Так. Актера на исходную. Аллочка. Спасибо. Хлопушку в кадр. Быстрей, быстрей. Мотор. Хлопушка в кадр. Сцена два, шесть, а. Куда ты? Камера. Сцена два, шесть, а. Кадр три, дубль шесть. Начали. А теперь уходи. Ты же сказала, что простила. Простила. А что это меняет? Столько слов уже сказано. Это похоже на кофе. Какой еще кофе? Растворимый и нерастворимый. Люди ссорятся, мирятся. Но если можно простить и забыть, то еще не все потеряно. Обиды могут раствориться. А если простить можно, а забыть нельзя, то это как раз таки и есть. Нерастворимый кофе. Стоп. Снято. Ну, я думаю, это, это гениально. Это просто замечательно. Леночка, молодец. Ты сегодня просто великолепна. Да, очень хорошо, очень хорошо. Спасибо. Ну, что, всем спасибо. Все свободны. А, да, Аллочка, минуточку, деточка моя. Примите мои поздравления. Вы сегодня показали высший пилотаж. Издеваешься? Я серьезно. Ты последнюю сцену отыграла просто блеск. Да не играла я, Ромка. Это была я в предлагаемых обстоятельствах. Вот только обстоятельства случайно совпали с моей жизнью. Наши проблемы никого не волнуют. Но если они помогают творчеству, тогда да здравствуют проблемы. И вообще за это надо выпить. Хотя бы по чашечке хорошего кофе. Пошли. Субтитры делал DimaTorzok ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Ты умна и справедлива, ты горда и своенравна. Я, конечно, все испортил, но я точно все исправлю. Здравствуй, Олег. Ну, что это значит? Лен, прости меня, но я был не прав. Конечно, я понимаю, что сын для тебя все. А давай сегодня вместе с Федором куда-нибудь сходим? Ну, например, отвезем его в дельфинарий. Значит так, ты после съемки его забираешь, а я тебе вечером еще позвоню. Договорились? Хорошо. Пока. Все, перерыв закончен. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А, что ты? А, что ты? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А, что ты? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А я уже проголодалась. Нет, Марин, об этом ни слова. У нас холодильник забит жирной колбасой, на завтрак жареные пончики, а на ужин картошка со шкварками. Я скоро ни в одни двери не пролезу. В эти точно влезешь. Как тебе территория? Да, впечатляет. Я ж говорила, есть где развернуться. Хозяин! Есть кто дома, а? Здравствуйте. Здравствуйте. А где хозяин? А хозяина нет. К выходным обещал вернуться. Что ж, остается только моя свекровь. Поехали. Она, конечно, не подарок, зато участок большой и, что называется, не паханый. Поехали. Поехали. У Валентины Ивановны, как раз перед домом, место под садик есть. Отлично. Пошли. Это и есть твой непаханный участок? Да, опоздали. О, Валентина Ивановна. Мариночка. Здравствуйте. Это моя подруга, Оля. Очень приятно. Здравствуйте. А я картошку тут задумала сажать, да. Не поздновато? Не-не-не, в самый раз. Это же поздний сорт. А зачем вам столько картошки? Так ведь Боренька же любит. А вы помогать приехали. Молодцы. Да, Валентина Ивановна. Именно за этим и приехали. О, повезло мне. Сейчас я лопаточки вам принесу. Попали. Знаешь, а по мне, лучше картошку копать, чем ее со шкварками есть. Тоже сравнила. Петровна, да куда ж ты? Косточки. Косточки, куда бросаешь? Ой, я старая. Попей лучше чайку, Петровна. Спасибо. Люсь, я чего спросить хотела. Ну-ну. Отчего твои племянницы без мужиков живут? А где их взять-то? Ты в Москве нормальных мужиков видела? Чего видела? Мужиков! А зачем они мне? А действительно, зачем? Пей лучше чай, Петровна. Я на самом деле, свинья страшная. Полдороги только о себе и говорила. А у тебя-то проблемы покруче моих. Да у меня все нормально. Слушай, а хочешь, я с ней сама поговорю? Ты ей скажешь. Ромка такой классный парень. Она тебе вот и забирай его себе. Ну, подожди. У вас же сын. Он не может без мамы и папы. Это у нашего Федора. Отца никто в глаза не видел. Как это? А вот так. Моя тетка скорее застрелится, чем расскажет про него. Я не знаю, что у них произошло, но меня просто поставили перед фактом, что у меня будет племянник. И на этом тема была закрыта. Круто. Она у меня вообще такая. Вот, веришь, нет, я ни разу не видела, чтобы она плакала. Все равно не поверишь, что женщине легче одной. Так она не одна. У нее Федор есть. Ага. Вот старость, не радость. Да. Вот что значит возраст. Пошевелиться не могу. И я. Пить хочется. И мне. Кто принес. Ага. Что-то свекрою твоей не видать. Она, небось, пластом лежит. Так впахивает. Не ее-то годы. Ой, девоньки, умарились. Попить, небось, хотите? У меня в погребе холодненький квасок есть. Мариночка, иди с бегой принеси. А я, Кузьминичне, чеснок ей помогу полоть. Ой, пойду схожу за квасом. Да сиди. Я сама схожу. А как здорово, что ты меня сегодня рано забрала. Мы сегодня пораньше закончили. А что-то я Дениски второй день не вижу. Он не заболел? Да нет. Они с папой на Селигеру ехали. Ну, на рыбалку. М-м-м. Надо же. А знаешь, оказывается, чтобы рыба клевала, надо в приманку керосину немного добавить. Ах, зачем это? А Денискин папа так объяснил. Говорит, рыбе так привычней. Кто бы мог подумать. А знаешь, если Дениска с папой поехали на Селигер на рыбалку, то мы с тобой сейчас поедем в дельфинарий. В дельфинарий? Прямо сейчас? Угу. Конечно. Вот здорово! Дениска приедет, я ему все расскажу. Расскажешь, расскажешь. Ну, все. И не отдохнули совсем. А то оставайтесь, завтра с утреца встанем, смородинку протяпаем. Нет-нет-нет, спасибо большое. Ага. Мы прекрасно отдохнули. А насчет смородинки я к вам Борю завтра пришлю отдыхать. До свидания. Марина! Ух ты! Зеленушка-то забыли. Валентина Ивановна, как же вы успели? А здесь напрямки, близко. Ну, муа. Моренький. Спасибо. Спасибо за все. Фу, терпеть не могу запаха кинзы. Спрячь-ка ее в пакет. Весь салон пропах. Слушай, может, выручишь, заберешь себе? Нет, спасибо. Я ее сама не люблю. Алло. Алло, Борь, алло, алло. Странно. Борька звонит и молчит. Алло, Борь, ты мне звонил? Не звонил. А почему не звонил? Ждешь меня? Ну, скоро буду. Зато мама тебя завтра ждет. Угу. Да не вздыхай, завтра будешь вздыхать. Ну, все, целую. Пока. Ой, бедный Борька. Достанется ему завтра по полной. Он же у меня безотказный. Да, редкое качество. Представляешь? Даже поссориться с ним не могу. Разве это жизнь? Смешная ты, Маринка. Это и есть жизнь. Игорь, посмотри, какое колечко. Я всю жизнь о таком мечтала. Вот это? Угу. Да, тебе пойдет. Как раз под цвет глаз. Ладно, пошли. Ну, давай купим. Нет, нет, нет. Мы вообще пришли к тебе с дубленкой. На вопрос мой ответ. И тебя рядом нет сейчас. Разошлись вдруг пути. И теперь впереди Нет дороги одной для нас. Пусть наш дом Грустно в нем Лишь остались мечты Как было хорошо с тобой вдвоем Нам было хорошо с тобой вдвоем Слушай, все-таки свежий воздух женщине на пользу. О, какие мы красотки стали Мужики даже все нам подмигивают Где? Когда? Ну, он только что проехал, мигнул нам О, это не нам, это мне Гаишник на скорость ловит О, смотри, смотри Притаился, подлец Не успела Так, здрасте Здравствуйте Извини, в Москву нам надо Подруге плохо О, сердце похватило Как у вас тут кинзой пахнет? А вам не нравится? Да что вы, я обожаю наоборот Правда? Давай сюда Что, прям всю? Всю, всю, всю Нам для родной милиции ничего не жалко Спасибо Как же вас отблагодарить А чем благодарить будете? Может, я каждый раз честь вам буду отдавать? А по каким дням работаете? Ну, по нечетным Так вы в Москву едете, девчонки А до Апрелевки меня не добросите А то машина барахлит С удовольствием За девчонок отдельное спасибо Аплодисменты Субтитры сделал DimaTorzok Он такой гладенький. Тебе здесь нравится? Очень. Смотри, как Фёдор доволен. Ему теперь впечатлений хватит на целую неделю, да? А хочешь, я договорюсь, и мы поплаваем? Прямо с ними? Да, Фёдор плавать не умеет. Надо его обязательно в бассейн записать, чтобы он плавать научился, да? А хочешь, прямо завтра и поедем? Хочу. А, ну завтра же выходной. Мам, у меня рыбка кончилась. Можно я ещё рыбку принесу? Ну, давай. Оп. Осторожней. Как же нам всё-таки хорошо вместе, правда? Угу. Вот быть так всегда. Ну, вот зачем ты сейчас, а? Об этом? Ну, я же говорил тебе, меня там держит только долг. И жена это прекрасно понимает. Она мудрая женщина. Угу. Понимаешь, она намного старше меня. Я не могу обречь её на одиночество. Понимаю. 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 Мам, а давай в следующий раз сюда с Дениской приедем? Мам, а давай в следующий раз сюда с Дениской приедем. Обязательно приедем. А какой был здоровский сегодня день, правда, мам? Правда, милый. Правда. О, привет. Привет. Вы откуда так поздно? Мы таких дельфинов видели. Я их рыбкой кормил. Да? А ты чего такая? С Олегом, что ли, ходили? Угу. Ну, я так и думала. Ладно, пойдём дома расскажешь, чем он тебя так порадовал. Угу. Заходите, заходите. Сейчас я вас обрадую. Угу. Вот. Что это? Мама, это же корзинки. А зачем так много? А вот это вам как раз-таки сейчас. О, тётя Люся объяснит. Пришли, девочки. Привет. Привет. У меня для вас сюрприз. Ещё один. Завтра все дружно идём в лес. Зачем? Как зачем? За грибами? Слушайте, я обыскала весь дом, я ни одной корзинки не нашла. Во что вы грибы-то собираете? Ну, вообще-то мы их покупаем на рынке. Покупаем. Да вы что? У вас же вокруг лес. Да? Всё. И потом. Ребёнку же нужен свежий воздух. Правильно, Фёдор? Предатель. Значит так. Всё. Договорились. Подъём в шесть утра. Во сколько? Шесть. Лягкий завтрак. По утренней ночи. Под пение птиц. Бодро, дружно, весело. Идём все в лес за грибами. Ура! 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 Вот так вот! Всё! Взбодрись. Угу. Мам! Мам, вставай! Угу. Ну, сколько времени? Уже шесть. О-о-о-о, мама! Ну что, не разбудил? У-у-у. Соня, вставай! На кухне нас ждёт трёхкий завтрак. М-м-м. М-м-м. Знаю. Этот. Лёгкий завтрак. Дрожки, колбаска, сметанка. А ёлка встала уже. А-а-а. Заболела. Говорит, горло. А-а-а. Вот молодца-то, а. А я-то не сориентировалась. Мам, мы же сегодня идём в лес! За грибами! С тётей Люсей! Ну что, собрались? Да! Молодец! Так, а на голову что? Между прочим, в лесу клещ водится. Вот так вот. А куда мы едем-то? Господи, смотрю, совсем одичали в своём городе. Чего? А это кого утром принесло? А я знаю, кого. Здравствуй, Олечка! Я не опоздала? Олечка! 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 Субтитры создавал DimaTorzok А куда мы едем-то? Господи, смотри совсем одичайно в своем городе Чего? А это кого утром принесло? А я знаю кого Здравствуй, Олечка! Я не опоздала? Я решила, что еще один специалист по грибам нам не повредит Елизавета Петровна, а как вы будете грибы различать? Если вы нас с сестрой вон отличить не можете Ну, у меня же двое очков Вот эти для далее, а эти вот для близи Ой, то есть наоборот А вы давно в лесу-то были? Как давно? Осенью Ну, а ты спроси у нее, в каком году эта осень была В каком году, не скажу Не помню Так, все Федор, раздевайся, мы и остаемся Спокойно, блин, спокойно Я перестраховалась Я позвонил Маринке Да, мы поедем к свекровью ее на дачу Там прекрасные грибные леса А, да сними ты это Что? Вот так вот Ну что, поехали? Так, поберегись, я на обгон, на обгон Вот так, видала? Видала? Вот так вот Так, девочки, не отставать Где мои грибочки? Где вы, мои миленькие? Где вы, мои дорогие? О, вот он, вот он, красавец Вот он, вот он Не отставать, не зевать Идем, идем Идем, за мной О, вот какие листочки Быстрей, быстрей, не отставать Боже, коровка, посмотри, теденька Ну и куда? Меня подняли ни свет, ни заря В кое-веки выходной так выспаться хотелось Да выспишься еще двадцать раз А в лес когда выберемся, а? Ленка, не ворчи Ну, посмотри, красота какая кругом С ума сойти можно А воздух? На неделю отравимся А чтобы не отравиться, нужно обязательно отварить Вот Сумасшедший дом Ну? Ну и где они эти, ваши грибы, а? Ну вот где они эти, ваши грибы? Я вот еще ни одного не видела Стоять, замри! Ой! Ой, вот так! Вот! 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 Видишь? Ага! Вот! Видишь какая красавица! На, поздравляю! Ну, просто грибы, не мой конёк! Мамочка, смотри, что я нашёл! Ой, и не твой тоже, сыночек! Ой, какая отличная шишечка! Так, за мной! За мной! Вместо гриба! Всё, не расслабляться! Бодро! Не стоять! Нам самое главное не забыть, откуда мы пришли! Это точно! Идём, идём! А я помню! А? Я помню! Вот это меня и пугает! А, по-моему, оттуда пришли! Да нет, вот оттуда, с севера, а не там! Ага! А теперь сюда идём! Кошмар! Я же проспала! Я тебя слушаю! Здравствуйте, пожалуйста! О, Савельева! Здравствуйте! Здравствуйте! А ты что здесь делаешь? Так, я на съёмки бегу! Так у вас сегодня выходной! Да? Да! Вот здорово! Зря радуешься! Тебя, между прочим, Амалия ждёт! Где? В свадебном салоне! У тебя примерка сегодня! Забыла? Точно! Она же меня просто убьёт! Ну, беги быстрее! Беги! Может, ещё помилует! Тебя, нет! Всё! Я больше никуда не пойду! Оставьте меня здесь! Ленка, бери пример с наших старушек! Петрон, ты видела? Полную корзину грибов набрала! Как это ей удалось с её-то зрением! С ума сойти! А где Фёдор? Фёдор! 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 Иду! Фёдор! Да здесь я грибы собираю! Эх ты! Напугал! Может, из тебя получится настоящий грибник! Научишься грибы искать, как тётя Люся! Да? Слушай, кстати, где она? И Елизавета Петровна не видно! Тётя Люся! Ау! Лизавета Петровна! Господи, куда они пропали-то? И нам ничего не сказали! Ну? Так вы сами сказали, что посидите три минутки! А сидите уже час! Как час? Лен, мы убийцы! Всё! Мы загробили старушек! А они ж без нас не выберутся! А мы-то как назад доберёмся? М? Откуда мы пришли, помнишь? М-м-м! М-м-м! У меня идея! Сейчас! Алло! Алло! Марина! Слава Богу! Господи! Да какие грибы! Мы заблудились! Где-где? В лесу где? Алло! Алло, Марин! Связь плохая! Алло! Поищи-ка! Да как я где место опишу? Вон деревья одни! Кругом деревья одни! Алло! Да нет, Фёдор не плачет! Мы плачем! Да! Алло! Марин! Марина! Господи, не пропа... Марина! Всё! Связи нет! Теперь нас никто не спасёт! Ау! Амалия Ивановна! Ой! Простите меня, пожалуйста, за опоздание! Угу! Не явилась! Наконец-то! На! Примерь вот это платье! Угу! Давай быстрее! Быстрее в примерочную! Показание какое, а! Костюмерша заболела, так теперь кроме меня послать некого! С-с-с! Я готова! Только, по-моему, оно слишком пышное! Я в нём похожа на сливочный торт! Чем тебе сливочный торт не нравится? Девушка, у вас есть что-нибудь более классическое? Давайте посмотрим! Угу! Боже! Какое платье! Какая красота! Девушка, если вам не нравится, я беру! Ага! Сейчас! Лена! Ты... Ты тоже замуж выходишь? Представь себе! А ты, я смотрю, тоже? Да! Как видишь, мы с твоим папой наконец решили пожениться! Поздравляю! Значит, аннексия прошла успешно? Тридцатого на свадьбу! Мы пришлём тебе приглашение! А у тебя когда? Дорогая! Ты уже померила? Я могу войти? Нет, миленький, ко мне нельзя! Нельзя на меня смотреть! Ну, конечно же, заходи! Леночка! Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть! А что? Я не гожусь на роль невесты? Ну, не рано ли, дочка? Обстоятельства вынуждают! О, Господи! Да? Неужели? А кто отец? Да, так! Бизнесмен один! Зовут Минь Сяо Пинь! Какой Пинь, Лена? Обыкновенный! Он китаец! У него палатка на черкизовском рынке! Угу! Да не переживай, пап! Он классный! Ну, только единственное, он немного ниже меня! Но зато намного старше! Миленький! За это платье нужно будет заплатить! И за мое тоже! Пусть это будет твой свадебный подарок! Ну, да, конечно! Конечно! Пинь! Ты че, с ума сошла, что ли? У нас же это, бартер! Могу я в нашей кинокомпании денег сэкономить? Рокфеллер ж! Вандербильдиха! Как потом это по бухгалтерии проводить? Тетя Люся! Лизавета Петровна! Тетя Люся! Ай! Лизавета Петровна! Осторожней! Тетя Люся! Лизавета Петровна! Куда мы идем, а? Не знаю! Тетя Люся! Лизавета Петровна! Тихо! Слышишь? Может, это наш? А если маньяк? Девушки! Вы где? Точно, маньяк! Что будем делать? Вон туда, божей! Тихо! 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 Может, не заметят? Прячемся! Тихо! Тихо! Все! Нам конец! Держись! А, вот вы где! Ну, наконец-то я вас нашел! Это не мы. Я Боря, Маринин муж. А, Боря! А мне Мариночка позвонила, говорит, иди ищи. А, Боря! А мне Мариночка позвонила, говорит, иди ищи. Так было страшно, когда вы эти кусты раздвинули, и над нами нависли ужасы. А вот свои угощения. Боря! Нет, я одно не могу понять. Как ты моего малыша за маньяка приняла? Он же и мухи не обидит. Стричься пора. Боря, ну вы простите меня, ради Бога, но я же вас раньше никогда не видела. Я испугалась. Это хорошо телефон зазвонил, а то бы я за вами до утра по лесу гонялся. А мы с Лизонькой места себе не находили, когда на дачу вернулись. Вы-то как обратно добрались? Я сказала, дорогу помню. Ну все, Елизавета Петровна, теперь в лес только с вами. Хорошо, Леночка. Оля! Оля! Так это она без очков была! Олечка! Ой, ой, бедный ребенок намаялся. Ничего-ничего, сейчас домой поедем, поедем домой. Да куда ж вы на ночь-то глядя? Оставайтесь, места всем хватит. Нет, как это оставайтесь? Мне на работу завтра. Ничего, пораньше встанете и… Опять пораньше. Ой, сейчас. Ёлка. Алло, да, доча. Ну как ты? Спроси, как горло. Лежишь? Как твоё горло? Получше? А нас тут на ночь оставляют? Да, ничего. Ну что, тебе не будет грустно без нас одной, нет? А-а-а, к экзаменам готовишься. Тот, я смотрю, у тебя тихо. Привет от всех. Ну ладно, доча, целую тебя, пока. Я тебя целую. Ну ты вовремя. Слушай, у меня хорошая новость. Моя остаётся на даче, так что мы можем зажигать до утра. Отлично. А почему энтузиазма ноль? Ну что, компания не радует, да? Нет, ну что ты, радует, конечно. Да ведь классные ребята. Витька юридически заканчивает, Пашка – баскетболист. Он с моим Славиком в одной команде играл. Между прочим, ты ему очень нравишься. Ну как они тебя? Ну, хорошие ребята, но понимаешь, не моё это всё. Ладно, давай на стол накрывать. А не много им будет, а? Ну не всё же нам одним мучиться. Слушай, а давай завтра махнём на дачу к Славке. Ну и ребят пригласим. Ну ты же знаешь, что у меня каждый день съёмки. А может быть поедем вечерком на теплоходе кататься, а? Так, ясно. Ты всё по-своему Сашке страдаешь, да? Кто тебе сказал, что я страдаю? Ну я-то вижу. Ничего подобного, я просто грущу. Так, ну тогда пойдём грустить в гостиную. Между прочим, там Пашка так здорово играет на гитаре. Музыка 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 Троховая, я вам тут плезик принёс. О, что это у нас? Ну ладно. А ты чего плачешь? Я? Я может за тебя радуюсь? Давай. Бери, бери. Четыре, пять, шесть. Петровна, оставайся у нас на даче, а! Ты смотри, уж больно хорошо у тебя дело спорить. А что, я девушка свободная. Могу и погостить. А, погости! О, Боренька проснулся! Ну, как спать, когда здесь такие запахи витают? Это Люся постаралась! Вот если мне Маришка такие же жарила, а? Ой, да куда тебе? Ты и так у меня, как колобок! Ну, ладно, мам, жуй ее Бога! Золотая у меня свекровь! Всем доброе утро! Опять сырники! Слушай, пойду машину гляну, у меня вчера что-то сигнализация глючила, боюсь, что она не заведется! Да, Боренька посмотрит, он у меня спец! Да, милый? Приятного аппетита! Слушай, а вдруг не заведется? Я не знаю тогда! Ну, тогда я вас всех отвезу! А малыш, если что, починит и на работу тебе пригонит! Да? Да, дорогой! Видите, как он все организовал! Слушай, ты бы скорость сбросила! Да! Народ вон уже знаки подает! Ну, и что? Ну, как что? Остановят, оштрафуют! Меня? Да мне гаишники на этой трассе честь отдают! Да ладно! Не веришь? На что спорим? Сделаю завтра твой портрет! Сниму тебя в припадке красоты! У, идет! Смотри! О-о-о-о! Ничего себе! А что ты им такого сделала-то? Только не при ребенке! Во сколько завтра приезжать? Ладно! Два часа! Спасибо! Спасибо! Да! 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 Поехали! Нравится? Будете брать? Такую красоту грех не купить! Дочка, а где это у вас тут бублёнки продают? Вторая линия, четвёртый ряд. Это где это такое? Прямо, потом направо, не доходя посуды налево. Вам какую, вот эту? Да, эту! И вот эту! И вот ту! Вот эту? Да-да-да-да! А, ещё вот эту? Вот эту обязательно! Пять! Нет, семь! Нет, десять! Давайте десять, десять, давайте! Я у себя тоже на гардину повесила, так у меня кошка Маруська повадилась за ними лазать! Я ей говорю, Маруська, я тебе голову за них оторву! О-о-о! Да это я опять к вам пришёл! Ты что, приезжий, что ли? Да… Ну, подожди, дай куплю бабочек и провожу тебя к твоим дублёнкам! Да я тебя… Да я тебя расцелую! Ой! Всё вы только обещаете, мужчины! Да так даже подростки в подъезде не целуются! Ну, стоп! Никуда не годится! Что вы делаете? Как что? Целуемся? Ха! И чему вас в институте учат? А ты? Что ты вцепился в неё клешнями? Ах! Кто так девушку держит? Ну, дай покажу! Да нет, нет, нет! Не так надо! Руку надо ниже! Руку ниже! Так! Руку ниже! Это сюда! Голову чуть-чуть правее! Смотрим на меня! Отлично! Не, ну сколько ажиотажа вокруг одной маленькой сцены! Ха! А давайте я покажу! В конце концов, кто здесь режиссёр? Я сам покажу! Всё очень просто! А, можно? Мы сами порепетируем ещё, хорошо? Можно? А? Ну, валяйте! У вас пять минут! Снимем эту сцену, и на сегодня вы свободны! Аллочка, девочка моя! Ха-ха-ха-ха! Осторожно! Реквизит! А чё рекламируем-то? Диван? Или плед? Ты не поверишь! Новый роман «Алис и Лис» не уснёшь! Ха-ха-ха! Хотел бы я! Не надо! Познакомиться с этой Алисой! На этом диване точно не уснёшь! Где Марик? Где? О, иди-ка сюда! Смотри, что ты наделал! А? Ты! Ты, ты, ты! Ты же вчера сказал, лучше б ты каблук сломала! Вот смотри на каркал! Вот, пожалуйста! Ой, засада! Ты нам сегодня как раз в туфлях нужна! Угу! Ленка расстроится, когда узнает! А у тебя какой размер? Не надо издеваться! 42-й! О-о-о! 42-й! У меня тут девушка совершенно случайно оставила обувь свою! 43-й подойдёт? Алло, Лен! Да, Никита! Аккуратно! Опять? Да! Лен! А тут твоя машина приехала! Где? Сейчас спущусь! Ух! Ух! Откуда вы знаете Елену? Ну, так вчера в лесу познакомились! Так, значит, вчера вы познакомились в лесу, а сегодня вы уже на её машине! Вы не могли бы выйти? Да не вопрос! Ух! Ух! А вообще Олег приехал! Да ты что! Да он же его побьёт! Ну, ещё неизвестно, кто кого побьёт! Угу! Олег! 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 Ну, ты всё неправильно понял! Ну, почему? Всё я правильно понял! Твоя машина теперь в полном порядке! Спасибо вам большое! Ну, что? Не за что! Ну, так я гляну твой джип! А, конечно! А, конечно! А, да! А, да! А, да! Мы же на сегодня не договаривались! Ну, и что? Могу я на пять минут заехать к любимой женщине, чтобы напомнить ей кое-что, о чём она наверняка забыла! У тебя дня рождения! У меня! Боже мой, что я говорю! Ну, я не знаю! Ну, подумай! Что сегодня произошло? Французская революция? А, день взятия Бастилии! Нет, я, конечно, очень хорошо отношусь к французской революции и к Бастилии вместе с ней! Но! Наша дата немного по страннее! Точно! Как же я могла забыть! В этот день, три года назад, мы с тобой впервые встретились! Угу! Ух! Какая красота! Ух ты! Ты, наверное, хочешь, чтобы мы сегодня с тобой куда-нибудь поехали? Ну, я правда не могу, потому что я обещала Фёдору сходить с ним в кафе мороженое! Ну, я тоже сегодня вечером занят! Давай я тебе позвоню завтра, и мы что-нибудь обязательно придумаем! Угу! Я люблю тебя! Так, все готовы? Ну, будем снимать, не уснешь! Тш-ш-ш! Уснула! Так, будем будить! Ну, вон и Славик! Но ты же говорила, что он будет один! Да, действительно! Но, видимо, случайно друга встретил! Ага, совершенно случайно! Ах, Дашка, если б я знала раньше! Вот поэтому и не сказала! Привет! Привет! Позвольте вам представить, это… Ромка! Подождите, вы что, знакомы? Я тебе больше скажу, мы были женаты! Чего? Ну, я ее обманул, мы развелись, и вот никак не могу умлить прощения! А сегодня мы весь день целовались, да! Да! А когда это вы все успели? А в кино всегда все быстро! Фу, напугал! Слушай, а это есть твоя партнерша по сериалу? А ты тоже конспиратор! Кофейку, называется, затащил попить! Так, кофеек здесь уже не катит! Пошли в бар! Девчонки, мы быстро! Мы быстро! Ну вот, хотел тебя из депрессии вытащить, с девушкой познакомить! Да считай, что познакомил! И вообще, ты забыл, что я еще женатый человек? Так разведись! Слушай, ну сколько эта Вика может тебе еще нервы трепать, а, Ром? Да она не трепет, мы с ней не разговариваем уже полгода! Вот и отлично! Пойми, это означает, что ты вполне свободный человек! А, бутылка шампанского и фрукты? Да! Слушай, вообще ты прав, надо начинать новую жизнь! О, видишь, новая жизнь звонит! Ошибаешься, старая! Да, Вик! Что случилось? Хорошо, я приеду! Давай! Чего? Слав, слушай, ты можешь меня выручить? Ну, да! У меня сын заболел! Они с Викой на даче, километров тридцать от Кады, не дальше! Вот и погуляли называется! Ладно, что с тобой делать? Поехали? Конечно! Пожалуйста! Пойдем! Дашуль, не обижайся! Нам с Ромкой нужно срочно уехать! Вы что, нас бросаете? Не дождешься! Просто возникли непредвиденные обстоятельства! У меня Антошка заболел! Да ты что? Ну тогда, конечно же, езжайте! Да! Ладно, вы тогда здесь попируйте, а я как освобожусь, я тебе сразу же позвоню! Не прощаемся! Пошли! Пока! Пока! Ну, по поводу пира они, конечно же, погорячились! Что нам с тобой на двоих одна бутылка шампанского? Ха-ха-ха! Марин, мы уже три часа здесь ходим! Ой, смотри, какое платьице! Ты забыла, зачем мы сюда пришли? Ну да, естественно! Я помню! Мы ищем подарок Боли! Вот! Но мы же его пока не нашли, правильно? Зато ты обзавелась целым гардеробом! Ты не представляешь, как Боречка будет радоваться за меня! Ну и пошли отсюда! Мне кажется, ты уже достаточно купила, чтобы его порадовать! Слушай, я знаю, что ему нужно! Пойдем! Не, Марин, я уже не могу! Я тебя здесь подожду! Да? Ну тогда держи! Я быстренько! Угу! Ой, мужчина! А вы мне подходите! Я? Вы, вы! Николай, пойдемте! Куда? В примерочную! Ну я ж консультант! Вот вы меня и проконсультируете! Ну, пойдемте! Оль! Ну что, замучила мужика? Ну почему замучила? Я просто попросила померить Николая! Ну, и где результаты примерок? А вот! Ну что, поехали домой? Как домой? Мы еще тебе ничего не подобрали! Марин, давай в следующий раз! Ну ладно! Угу! Завтра! Смотри, какая рыбка! На селедку похожа, да? Угу! А вон черненькая с усиками! Да, это сомик! Да? Ну не клоун же! А вот эта рыбка, золотая рыбка, она исполняет три желания! Мам, эта рыбка называется? Попугай! Да? Ешь давай! Ну что, тебе здесь нравится? Стильно! Знаток! Ленка, ты лето! Сколько лет, сколько зим! Катерина! Ну, собственной персоной! Девушки, вас тут занято? А это твой? Угу! Как зовут тебя, прелестное дитя? Я не дитя! Я Федор! У-у-у! Серьезный какой! Весь папа, наверное? А ты все там же работаешь? Ну, куда ж я денусь с этой подводной лодки? А ты сейчас где? Ушла в никуда, телефоны сменила, ни слуху, ни духу, как в воду канула! Почему в никуда? Работаю потихоньку! Ну, ты, подруга, молодец! Все успела! Вон карапуза какого родила! Я не карапуз, я Федор! Федор! Ну, вот! Я и говорю, Федора такого родила! А я все не соберусь никак! Да, кстати, ты про Уварова ничего не знаешь? А что я должна знать? Ну, как же! У вас ведь была такая близкая дружба! Ну, мало ли у кого что было! Все в жизни меняется! Я работу поменяла, он в Бразилию уехал! Уже вернулся! Ну, сколько можно там сидеть? Шесть лет за океаном от Арабани! Пора и на родину! Тебе понравились пирожные? Угу! А хочешь еще выбрать? Пойди, посмотри, вон в той витрине! Мам, да ничего я не хочу! Ну, и так могу отойти! Пойду на рыбок посмотрю! Пойду на рыбок посмотрю! Аж два раза успела сходить! Да все, как ты знаешь, не сложилось ни с кем! Не! Правильно говорят! Вовремя все надо делать! А с годами и характер меняется! И терпения не хватает! Да и прощать уже не умеем! Это ко мне! Ладно! Рада была повидаться! Побегу! Ты, если хочешь, звони! Поболтай! Счастливо! Иди сюда! Ну, ну что, все посмотрел? Можем идти? Угу! Сегодня футбол по телевизору! А мобильный? А! Забыла! Ну! Ну, что ж у меня такие забывчивые! Ты даже забыла, что мне шесть лет будет, а не пять! Миленький ты мой! Возьми меня с собой! Возьми! Там в краю далеко! Там буду тебе помут! Ну и гад этот твой Сашка, а! Нет, кстати, Бурмакина тоже хороша! Да ладно! Чего ж теперь? Нет, ну подлец! Только потому, что тебя на роль утвердили, а его нет, такую свинью подкладывает, а? Это называется творческая ревность! Да это называется обыкновенная зависть! Вместо того, чтобы тебя прикрыть, он слух пустил, что ты институт бросаешь! Да ладно! Чего сейчас вспоминать? Все проехали! Ну, ну не переживай! Ну, ну не бог весь какое сокровище-то твой Сашка, а! Да ты у нас еще такого мачо встретишь! Ты прям как моя мама, скажи еще! Своя судьба и на печке найдет! Ой, не скажу! Поэтому и пытаюсь тебя куда-нибудь вытащить! С мужчиной приличным познакомиться! А ты все запротивляешься! Спасибо, уже познакомилась! Ой, побежали! Автобус! Ой! 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 Да я это елка, Лен! Я просто жую! Пирог жую! Чутлюсь приготовила! Она сейчас на рынок ушла! Слушай, Лен, тут такое дело, ты только не волнуйся. В общем, у тебя появились рога. Не угадала. Да при чем тут Олег? Я тебе говорю, у тебя дома появились настоящие лосиные рога. Ну, пока. Чего звонила? Ну, поесть спокойно не дают. Здравствуйте, меня зовут Петр. Субтитры подогнал «Симон» 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 Так. И сколько его ждать? А я вот думаю, что мы собираемся сегодня рекламировать. И какие варианты? Так, утки. Два клёна и мужик. Не знаю. Мы сделаем вас красивыми. Салон красоты, гадкий утёнок. Холодно. Туристическое агентство путешествий Нильса. Почему? Ну, Нильс. Гуси. Там были гуси. Средство для загара. Нет. Мурской дезодорант. Нет. Я не знаю. Ну, не, ну, хватит. Ну, не томи. Будь в гармонии с природой. Санталин. Избавит вас от аллергии. Ну, слёж. Очень крутой креатив. О, у меня новая идея. Ага. Московское метро. Почувствуй себя, селёдки в банке. Умно. Модель готова. Извините, а вы случайно не в 136-ю квартиру? Да. Не, ну, нормально, а. Вы во сколько должны были прийти? До обеда. А сейчас уже сколько времени? Извини, хозяйка, ну, опоздали. Но мы сейчас всё по-быстренькому. А вот по-быстренькому как раз-таки и не надо. Пошли, я вам открою. Да уж. Значит так, потолок побелить, по межгороду не звонить и после 10-ти не стучать. Угу. Там у соседей ребёнок маленький. И ещё, будете класть плитку, учтите, я лично всё проверю. Ну, и Мегера. Ну, она-то что, мы отработали ей, а парню-то всю жизнь. С такой женой мучиться. Ну, что, поехали за краской? Поехали. Да, давай. И так. Так. Теперь рука. Оп! И спиной теперь. Встали, встали. Угу. Развернулся. Подожди, стой, стой. Марик, не заграммировал. Вот так вот. Угу. Так. Снимаем. Вот так уже лучше. Ага, вот так. И на нас чуть-чуть голову. На нас, на нас голову. Ага. Смотри, какой красивый. Так. И спиной. Мышь, я его видела в журнале. Умираю, как хочу. Не отвлекаемся. Да, я бы тоже от такого не отказалась. Я без него сегодня точно не уйду. Снимаем, снимаем. Ну, ты только посмотри, ну, какой красавец. Ну, а я тебе что говорила? А ты идти не хотела? Ну, разберись, а. Ну, давай съемку закончим. Сударыня. М? У нас сейчас съемочка закончится. И он весь ваш. Правда? Ага. Ну, и отлично. Я? Да при чем тут ты? Они проклят, говорят. Господи. Так, продолжим. Руки за голову. Раз. Теперь вниз. Два. Рука. Вперед. Три. Спина. Четыре. Организации пространства сада требуют тщательного подбора малых архитектурных форм. Но об эстетике садовых фонтанов мы поговорим после перерыва. А вас, Ольга Александровна, я попрошу… Задержаться. Простите. Попрошу остаться. Дима, ну когда ты угомонишься? Оля, у меня к тебе серьезное дело. Да, и какое же? Я тебя слушаю. Ну, как идет работа над дипломом? Дим, ты меня для этого оставил? В общем, я хотел тебя предупредить, но чтобы между нами не было никаких недомолвок. Твой Гладышев меня свидетелем позвал. У него свадьба тридцатого. Ну и сходи, поешь салатика. Ты что, мать? За кого ты меня принимаешь? Я, конечно, отказался. Сказал, что занят и вообще. Хоть он мне и друг, но я сейчас его видеть не могу. Ну, вот, теперь ты в курсе. Спасибо, Дим, я в курсе, мне Ёлка все рассказала. Дурак твой, Гладышев. Я... Да ладно, чего уж теперь. Рассказывай, как идет работа над проектом? Помощь нужна? Я сама справлюсь. Вот только участок найду. Еще не нашла? Почти нашла. Анечка, добрый день. Вы мне звонили. Я по поводу продления контракта. Да, да, очень хорошо, что вы пришли. Договор у Натальи Романны. Она подойдет минут через пятнадцать. Проходите. А я ее лучше в коридоре подожду. Спасибо большое. Спасибо большое. О, Ёлка, привет. Привет. Слушай, выручай, мне по зарезу нужен мальчишка. Ну, а я-то тут при чем? Ну, договорила, у тебя брат есть. Ну, есть и что? Ну, все, значит, мы договорились. Так, давай через два дня на проходной Мосфильма, ну, в одиннадцать часов. И девочку возьми, хорошо, какой-нибудь. Подожди, а для чего тебе дети? Объясни. Ну, как для чего? Для съемок, конечно. Не, ну, тогда ты не по адресу. Лена, Федора ни за что не отпустили. Ну, я не знаю, ну, Ёлочка, ну, уговори ее как-нибудь. Нет, бесполезно. Даже если я его без спроса притащу, она меня просто убьет, если сына увидит по телеку. О, Господи, да не увидит она его никогда. Ну, пока кино снимут, смонтируют, столько времени пройдет. И потом покажут наверняка в дневное время, когда твоя Елена на работе будет. Ну, соглашайся, да? Ох, Михалев, втягиваешь ты меня в авантюры? Ладно, попробую. Спасибо, спасибо. И девочку возьми, хорошо? А девочку-то я откуда возьму? Эх. Знаешь, взрослые хуже детей. За ними глаз да глаз. Точно. Мы что, с братом? Своих в магазине потеряли. Как это? Папа в электронике, а мама в косметике. Хорошо, хоть я Сашку за руку держала. Родителям не доверила. Поднялись мы с ним на второй этаж. Смотрим. Родители бегают, нас ищут. Смешные. Они же подумали, что это мы потерялись. А вот эту дощечку. Егор, а где мечи? Так вы же их на улице оставили. И не говори. Трудно с ними. Вечно они опаздывают, все забывают. Моя мама зонтики в такси. А мои перчатки почему-то каждый раз по одной. У нас уже четыре левых в прихожей дома лежат. А мне иногда кажется, когда папа дома работает, он вообще забывает, как нас Сашкой зовут. И для верности называют зайцами. Зайчики. Обедать. Угу, пошли. Да, наверное, у всех взрослых память плохая. Оль, поехали, я тебя подвезу. Да нет, спасибо, я сегодня пешочком пройдусь. Чего ты такая грустная? Да. Нет поводов для веселья. Да ладно. Ты красавец. Кстати, пользуешься успехом у преподавателей. Ой, этот преподаватель, друг Игоря, моего бывшего мужа. Как? Да вот так. И Димка мне только что сказала, что Игорь пригласил его на свадьбу. Подожди, подожди. Вы же только в прошлом году развелись. Правильно, в прошлом году развелись, а роман, оказывается, был уже несколько лет. Вот мужики, а. Вот уроды. Все одинаковые. С ними знаешь, как надо, чтобы они у тебя вот где были. Алло. Боречка, солнышко мое, задерживаешься? Бедненький. Я тоже буду поздно. А ты в магазинчик зайди. Угу. И картошечку почисти. Что хочешь? Салатик? Порежу, порежу. И я буду. И я люблю. Ну, и я целую. Ну, пока. Эх, каждой бы женщине такого Борю. А куда же тогда всех остальных мужиков девать? Леночка, если есть вопросы по договору, ты не стесняйся, спрашивай. Да, я вот тут хотела уточнить по поводу пункта три-четыре. Извините, вам актеры не нужны? Нет, молодой человек, нам актеры не нужны. А можно фотографии оставить? Ну, так, на всякий случай. Послушайте, молодой человек, вы разве не видите, я с актрисой занимаюсь. Как же они надоели. И ходят, и ходят. Так, ладно. Лена, давай вернемся к договору. Какой, говоришь, пункт тебя смущает? Пункт три-четыре. Угу. Елка, подожди. Здравствуй. Угу. А ты изменилась. Я смотрю, у тебя все хорошо? Ты за этим меня остановил. Извини, я спешу. Понятно. Съемки, интервью, поклонники. А со старыми знакомыми и поговорить некогда. А о чем нам с тобой говорить? Хотя бы о том, что ты меня бросила. Я? Тебя? Да ты в своем уме? Ну, конечно. Я так и знал. Я подлец, а ты святая. Ты только дурака из меня не делай. Кто поверит, что какой-то сопливой девчонке просто так главная роль обломилась? Или ты думаешь, я не видел, как этот Орловский по тебе слюни пускал? Что ты хочешь от меня услышать? Хотелось бы правду. Но только ты все равно и не скажешь. А ты у Орловского спроси. Только, боюсь, после этого твое лицо с фотографиями совпадать не будет. Прощай. Да, Бурмакиной привет передай. Ёлка, постой! Бурмакиной. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебе пора. У тебя уже телефон Барат звонил. Ну, это по работе. Ага. Лен, ну ты чего? Ну так ведь все хорошо было. Когда мы с тобой расстаемся, мне так плохо, что я уже не помню, как было хорошо. Так, ты в курсе, что я не собираюсь с тобой ссориться? Я в курсе. Тебе так удобней. Что значит «удобней»? Я из кожи вон лезу. Я все время что-то придумываю, выкручиваюсь. Так. А зачем, Олег? Кому это надо? Ну, конечно. Тебе этого не нужно. Каждый раз одно и то же. Так, Лен, все, знаешь, давай мы сейчас разъедемся. Нам обоим нужно успокоиться. А потом я тебе позвоню. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Ёлка. Здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретил. Рабочие отказываются класть плитку. Говорят, без хозяйки никак нельзя. Целый день мне сегодня потолок перекрашивали. Так что пойдемте принимать работу. Жена. Ой, я и не думала, что их так напугаю. Вы уж простите меня. Да что вы, я вам безумно благодарен. Да? Да. Ну, если так, пойдемте принимать работу. Муж. Ленка, у тебя телефон. Ой, с ключами вечная история. У тебя близко. Угу. Телефон у тебя. Не слышишь? О, что-то я смотрю, вы домой не торопитесь. Привет, доча. Тебе, я смотрю, тоже дом не сидится. Привет. Привет. А у нас новый сосед появился. Да. И уже ремонт затеял. Ой, только не надо про ремонт. Вечно кругом грязь, дом чем-то завален. Не говори. Спокойно. Спокойно, девочки. Ничего себе. Здрасте, тетя Люся. Здравствуйте. Девочки, пришли. А я тут ремонт не кричила затеять. Во. Гляньте, какие веселенькие обои. Весь лапохочешься. Накрылся твой ремонт, Лен. Тетя Люся, а вот это вот зачем? Для красоты. А, девушка-то, наверное, дорого стоит. Зачем же столько денег тут расти? Я ее в лотерею выиграла. В вашем торговом центре. Они мне предложили на выбор. Поездка в Турцию или Фанабь. Так я думаю, зачем мне эта Турция? Я вот девушку и выбрала. Так. Это еще не все? Вот, глядите, что я вам в залу, в залу что купила. Вот. Дедик. Это мы положим его на диванчик. Вот. Базочка. На комодике ее место. Видишь? Вот. А теперь приготовьтесь. Самое красивое. Эти. Во. Я тоже. Когда ее увидела, чуть не рухнула. Ну ладно, еще налюбуйтесь. Мыть руки и за сто. Нет, нет, мы поели. Все поели. Как? И вообще, тетя Люся, мне нравится. А? Ну и слава богу, вот и хорошо. Ну и слава богу. Субтитры создавал DimaTorzok Стой! Ты куда это в такую рань? Ты меня не видела! Меня наш новый сосед на роликах пригласил попросить! Ничего себе! Я с тобой! А ты умеешь? Кто? Я? Ой, девочки! А я ломала ладышков-то петла! Ой, тетя Люсь, доброе утро! А мы в парк опаздываем на соревнования по синхронным роликам! Какая досада! Я тут такие богатые шторы на Черкизовском присмотрела! Я думала, вы со мной съездите! Эх, ну ладно! Значит, придется одной! Вот! Вот кто со мной поедет! Кто, я? Да! А вы куда? Мы на роликах! Я с вами! Мамулечка, ну ты же не умеешь кататься! Я? Я в жюри! Я быстро! И я тоже! Федор, на роликах едем! Я очень быстро! Ой-ой-ой-ой! Мама! Мама! Пойдем, я тебе новый разворот покажу! Пойдем! Мамулечка, не хочешь? Нет, мы поехали попозже! А-а-а! И… О-о-о-о! Афракней! Афракней! Вы тоже потерпевшая? Да и нет, я сочувствующая! Ну, тогда и мне, посочувствуйте! Пожалуйста! Хотите оладушек? Так, не откажусь! М-м-м! Знатный оладушек! Я таких не ел! В общем, давно! А вы каждый день здесь сочувствуете? Да нет, первый раз! Вам просто повезло! А почему сами не катаетесь? Не умею! Держите! Спасибо! Ну, так я вас научу! О-о-о! Да! Представляете себе картинку? Хромающий мужчина ведет под руку с трудом ковыляющую женщину! Да! Уже смешно! Ну, ничего! Значит, будем тренироваться в другой раз! А, вот мое семейство! О-о-о! Я голодная, как волк! Сейчас, сейчас, сейчас! Вы все проголодались! Вы знаете, я уничтожил практически все ваши запасы! А вы простите, кто такой? Я? Кирилл! Это мой старинный сослуживец! Мы не виделись тысячу лет! Да! Так что, знакомьтесь, Кирилл! Это моя дочь, Ёлка! Это моя сестра Лена! Это ее сын Федор! Очень приятно! Нам тоже очень приятно! Ну, знаете, поскольку я виноват в том, что оставил вас голодными, я… Хочу искупить свою вину! Приглашаю вас на обед в ресторан! Ой! А я не могу! Меня там Петя ждет! Вот один, по-моему, остался! И в институт надо! О, последний! Ну, давай! Тогда звони обязательно! Все, пока! Ну, так, как мое предложение? Да нет, Кирилл, как-то неудобно! Очень даже удобно! Ну, ну, я понимаю, первый встречный, а тот старый знакомый! На десерт что-нибудь желаете? Желаем! По глазам вижу, что Федор хочет шоколадного мороженого! А нам всем принесите клубники! Хорошо! И возражения не принимаются! Ой, нет! У вас блестящие организаторские способности! А вы все там же трудитесь? Простите? Ну, где раньше Ольга? А, ну, да! Только, понимаете, теперь все гораздо глобальнее, иной масштаб! Догадываюсь! Ваша профессия сейчас стала более востребована! Да, жаловаться не приходится! Ну, ты видишь, как все изменилось! Ну, скажите ей! А то она давно работала, теперь возвращаться боится! Да нет, дело перспективное! Одна проблема! Топливо дорожает! Что? Топливо? Да! А при чем здесь это? А вы о чем? Я? Я об архитектуре! Ведь вы же архитектор! Кто? Я? Нет! Ну, да! Был! А теперь уже президент авиакомпании! Да! Да! О! Круто же! Твой институт профиль поменял! О! А вот и десерт! Спасибо! Десерт! Раз! 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 Очень приятно было познакомиться! Спасибо за обед! Ну, что вы! Это вам! Спасибо за компанию! Коль, простите! Могу я на правах старого знакомого попросить у вас номер телефона! Да я как-то… Понял! Тогда позвольте, я вам оставлю свой! Спасибо! Счастливо! Я буду ждать звонка! Здравствуйте, Амали Ивановна! Я ничего не понимаю! Вчера мы с тобой поженились, сегодня разводимся! Хм! А ты о чем? Интересно, почему я должен уходить, если я тебя люблю? Ну, потому что мы в разводе! Ну, так это же была твоя инициатива! А кто меня к этому подтолкнул? По-моему, ты мне изменил! Кто? Я? Да, ты! Кто тебе сказал? Мы просто учили английский! Нормально! На разложенном диване! А я тебе объяснял! У девушки сколиоз! Ей нельзя долго сидеть! Еще больную нашел! Ты-то сам в это веришь! Я нет! А ты должна! С какой это стати? А у нас с тобой в конце съемок, и ребенок должен родиться! О! Ты что, серьезно? Готовься! Авторы обещали! Ну, такое событие надо отметить! Я же тебе говорю! Я смотрю, сценаристы всерьез решили нас помирить! Да, в кино это запросто! Не то, что в жизни! Слушай, а как у тебя с Викой? Ты возвращаться не надумал? Ей, по-моему, этого не нужно! А я навязываться не буду! Ну, ты упертый! Ну, и как ты дальше действовать собираешься? Посмотрим! У меня сценария пока нет! Амалья Ивановна, как вы сегодня великолепно выглядите? Фамилия? Бурмакина! Актриса? Да! Начинающая! Через два дня в десять на студии! Чтобы была красавица! Да! Красота! Ну, прям красота и все! Эх! Это ж надо! Такое носить! Все же видно! Так! Ва! Тихо работает! Моя потарахтетка уже весь дом бы разбудила! А кого тут будить? Никого ж нет! Ай, красота! Пирог! Пирог! Вот этот! Хорошо! И вот этот тоже! Угу! Это тоже ваше! Угу! Это! Очень хорошо! Кстати, может быть мы с вами вечером поужинаем? Сегодня вечером я занята! Этот! Плохо! Очень плохо! А завтра? И завтра! Понятно! Ну, а деловые предложения, я надеюсь, вами рассматриваются? Деловые рассматриваются! Тогда я приглашаю вас двадцать второго на презентацию! Хочу познакомить вас с потенциальными заказчиками! Лена, это катастрофа! Лена, ты не представляешь! Что? Это какой-то ужас! Господи, Марик, что случилось? А мы пропали! Как? А так, у попугая Линька! Да ты что? Он выглядит, как ощипанная курица! Как курица? Да, ты представляешь? Ну, я взял, что осталось! Осталась у нас обезьянка и питон! Правда, предлагали еще крокодила, но у него там... Марик, успокойся! Ну, это мы с тобой потом обсудим, ну! Ну, ты не видишь, мы работаем! Мы поедем с тобой завтра в питомник и разберемся на месте! На каком месте? Они у меня в машине уже! То есть как? А что мне оставалось делать? У этих завтра, между прочим, санитарный день! Так что... О, а если мужчина мне поможет, то мы быстренько это сейчас сюда притащим! Да! Потому что питон, зараза, тяжелый очень! Я совершенно забыл! Ну, у меня же важная встреча, да, буквально через пятнадцать минут! Ага! Да! Но двадцать второго я за вами заезжаю! Двадцать второго, хорошо! Ага! Ай! Ты с ума сошел? Оставлять зверей в машине! Лен, расслабься! Они же в клетках! Ну, он человека напугал! Он даже свои очки забыл! Тоже мне мужчина! Ха-ха-ха! 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 Слушай, мы зашли на пять минут! Уже два часа ходим! Где эти несчастные удобрения? Ну, я думаю, что они где-то здесь! Ты же знаешь, что я здесь всего лишь первый раз! Ой, здравствуйте! Тссс! А, вон они! Вот учу-учу! Ну, разве можно приводить мужей в такие стрессовые места, а? Вы с их тонкой душевной организацией лучше вообще не знать, куда уходит семейный бюджет! Это точно! Ой! Какая прелесть! Так, сколько это стоит? Сорок пять тысяч? Это ж половина моей шубы! Это столько она стоила? А сколько я сказала? А вон удобрения! Какой! Какой! Ой, да я не знаю, что с теми луковицами делать! Помнишь, ты мне давала? Представляешь, тетя Люсь нашла их в холодильнике и в кулинарном порыве чуть было не порезала их в салат! Ужас! Бедные тюльпаны! Ой, не говори! Ну и что я опять здесь делаю? Ой, подумаешь, заскочили по пути на минутку! На минутку! Ну, считай, маркетингом занимаешься! Тебе, как будущему дизайнеру, это полезно! Хотя бы цены будешь знать! Вот он! Вот он! Помнишь, я тебе про него говорила? Этот клен сажают, как семейное дерево! Он очень редко бывает! Я здесь всего пять раз его видела! Ну и купи, раз тебе нравится! У меня уже есть! Все пять! О-о-о! Тяжелая форма заболевания! Нет, я все-таки куплю! Но скажу Борьке, что в подарок! Ой! А если до осенью не решу кому подарить, посажу себя! Вот только надо придумать, где! Ты придумаешь! Ой, елочка пришла! Ой, здравствуй, тетя Люсь! Я буквально на минутку! Переодеться! А я, а я вот тут стирку затеяла! Тетя Люсь, а вы… А вы случайно не стирали такую черненькую кофточку? Она лежала на диванчике в сеточку! Конечно, постирала! Сейчас! Ой-ой-ой! Что-то я не могу найти! Ой, а что это такое? Это я вроде не стирала! А это моя любимая кофточка в сеточку! Была! Теперь она только на куку, да? Нет, я ее на память оставлю! Странно, куда все подевались? Не знаю, не хотят нам открывать! У тебя ключи близко? А, вот-вот нашла! А где тете Люси? Вот вопрос! А где тете Люси? Вот вопрос! Угу… Я у Петровны закрываю банки. Тетя Люся… Лен, смотри… Я не могу на это смотреть! Я пойду на кухню, кофе сварю! Федор, быстро чистить зубы и спать! Понял! Ой, господи, чего только в сумке нет! А смешной этот Кирилл? М? Очень даже ничего! Ну, в общем… Не то слово! Да? Ленка, ну давай! Ну, в общем… Действуй! Он тебе по возрасту как раз подходит! Нет, ну нормально! Это же твой знакомый! Ой! Никакой он не мой знакомый! Я его сегодня вообще первый раз видела! Да? Как… Как это так? Да вот так! Ну, сидели, болтали, я его угостила! А тут вы налетели, как голодные чайки! Кто такой? Почему наш оладушки слопал? Ну, я испугалась, растерялась, вот и соврала! То есть, получается, что мы с первым встречным все-таки ходили в ресторан? Ну, получается так! Ну, ты же сама сказала, что он тебе понравился! Ну, ему-то понравилась ты! Ой, перестань! Я старая больная женщина! Ой-ой-ой! Да, мне только Романа крутить! Ну ладно, как оладушками кормить, так молодая! Все-все, Лен, все! Хватит! Закрыли тему! Все! Может, ну, и в этот кофе? Угу! Давай лучше спать! У тебя завтра чего? Занятия с утра! А у тебя? У меня завтра день ужасно сложный! Ну что, спать? Спать! О, господи! Ужас! Вот к этому никак не могу привыкнуть! Слушай, может, мы ее хотя бы в угол поставим? Давай, а? Давай! О, господи! Мама дорогая, как она ее дотащила-то? Ты знаешь, что я думаю, она кого-то организовала! Вообще, надо поговорить, невозможно! Она так рьяно взялась за нашу квартиру! Ой, обидится! А смотреть на это, кровью сердце обливается! А главное, сколько она денег на это тратит! Я ей деньги предлагала! Она не берет! Понимаешь? Угу! Наверное, елка! Бамсик! О, господи! Бамсик! 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 Угу! Бамсик! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Правда красота? Я... Тихо! Куда это она? Да, опаздывает она на съемку А, понимаю А вот это вам подарочки! Разноцветные мочалочки из Саратова! Оленька, специально для тебя Халатик Ты меня извини, конечно, но твой больно-скучно Спасибо, тетя Люся. Субтитры создавал DimaTorzok Лусечка моя, Лусечка хорошая такая, красивая, девочка моя. Слушай, ты свет ставить будешь? Ну, хорошо, Ритуль, сегодня ты не можешь. Угу. Тогда завтра вечером после работы у тебя. Угу. Целую. Пока. Ну что, мы работать начнем. Кто будет ставить свет? Ребяточки, давайте же снимать, а? У меня Лулу вон кушать хочет. Ну, погоди ты, вон Ленка пока еще с заказчиком не может договориться. А, ну вот, вот так. Значит, вот сюда вот будем здесь. Вот это будет, да, у нас вот сюда. А в этом направлении у нас будет совсем по-другому. Я к Семёну, ну что вы говорите? А, да. Вот так. Значит, вот я говорю, отсюда будут у нас маленькие кораблики. И все в этом направлении. Слушайте, а давайте сначала, Яков Семёныч, да, значит, вчера мы с вами договорились, что у нас вместо попугая будет обезьяна. Так? Так. Так. Эта обезьяна сидит на березе. Правильно? Правильно. А внизу у нас слоган. Экзотические туры по России. Замечательно. Мне все нравится. А рядом девушка. Кстати, девушка у меня есть. Какая девушка. Красивая. Мне кажется, это перебор обезьяны, девушка. Ну, действительно. Ну, давайте без обезьяны. Просто береза и девушка. Ну, а при чем здесь экзотика? Действительно. Да и без нее неплохо. Давайте просто напишем. Туры по России. Послушайте, делайте вы, что хотите, а. Солнышко. Чего ты хочешь? Я хочу. Я хочу фотографироваться на этом мотоцикле. Ой, хорошо. Пойдем. Ну, ладно. Ну что, снимаем, наконец? Снимаем. Без обезьяны. Как? Без Лулу? Без Лулу. Да понял. Елена Александровна, все мы решили. Значит, сейчас сажаем девушку на мотоцикл. Ой, я обезьянку хочу. Ой. Ну и с обезьянкой. Ну, конечно. Яков Семенович, послушайте, а мы-то вам зачем нужны? Как же? Мне кажется, у вас уже все есть. Девушка-блондинка-красавица. Здрасте. Вон мотоцикл, обезьянка. А вот тот фотограф отлично все снимет. Нет-нет, подождите. Как же? У вас же имя. Вы знаете, я по дерьмам не подписываюсь. Собираемся. Как же? Хорошо быть красивой женщиной. Подождите, солнышко, подожди. Вот идиот, а. Такую рекламу себе сорвали. А я считаю, Ленка правильно его послала. Им только волю даю, они такого наворотят. Нет, зато теперь я знаю, что такое верблюд. Это лошадь, сделанная с учетом всех пожеланий заказчика. Красота. Да, ничего. Ничего себе ничего. Красота. О, поможешь мне бордюрчики разрезать? Да, помогу. Люсь, помнишь, я тебя спрашивала про мужиков-то? Ну. Ну, а про твоего не спросила. На, держи. Хватилось. Он от меня давным-давно сбежал. К молоденькой. Ах, паразит. А че теперь? И она уж не молоденькая, и он давно на пенсии. Ну, и ты что, все это время без мужика? Ну, как тебе сказать, Петровна? Считай, что без мужика. Ну, мы это дело поправим. Не как ты меня собралась сватать? А почему нет? Нет. У нас в Сокольниках есть танцы для тех, кому за. За 70, что ли? Ну, и такие ходят. Натяни. Да я все время ходила, только два года как не хожу. Ноги болят? Да нет, глаза подводить стали. Они мужики-то. Издали все ничего. А вблизи подойдет так пень трухлявый. И ты мне сватаешь таких кавалеров, да? Ой, добрая ты, Лизавета. Да ну ты чего, Люсенька? Ты ж помоложе меня. Глазастая еще. А там мужчины бывают очень даже. Ну, ты помечтай, помечтай, Петровна. А я пока обои порежу. Ой, господи, а. Главное, тетя Люся, ничего не говори про овощи. Так, а это, стой, мы с тобой спрячем в твою детскую. Скорей собирай. Вот еще один. Давай. Ой, спасибо вам большое. Давайте я вас подвезу. Я с ребенком. Я поэтому и предложу. Хорошо. Пойдемте. Алло, что подвезти? А куда? А позже никак? Поняла. Ну, куда вас подвезти? Теперь уже я не знаю. Что-то случилось? Может случиться, если мы через 15 минут не окажемся на Мосфильме. Так что, пожалуй, Федор, придется нам с тобой ловить такси. Но я же сам предложил вас подвезти. Попробуй. Субтитры создавал DimaTorzok Развеяться тебе бы не помешало. Пофлиртовать с кем-нибудь. Ой, я тебя умоляю, с кем флиртовать? Ну, с мужчинами. С кем же еще? Жаль, познакомиться тебе негде. Из дома ты не выходишь, за рулем не ездишь. А при чем здесь за рулем? Как же? Дорога — это клуб знакомств. Смотри. Считай до трех. Ну, раз, два, три. И кто же таких хороших девчонок одних отпускает? Ну, раз, два, три. О, смотри! Быстрее! Денис, ну, сколько раз тебе говорить? Положи пистолет. Ну, ничего себе! Клуб знакомств. Да уж, не успеешь познакомиться, а тут жена с пистолетом на заднем сиденье. Надо бы стресс снять. Марин, ты что? Ты же за рулем. Да я не о том. Ну, мы же недавно здесь были. Оль, ну, ненадолго глянуть. Понятно. Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что называется мурарин? Мурарин и ходы залить подсолнечным маслом. Слушай, да сколько масла-то надо? А сколько у вас соток? Ну, вообще-то у нас сорок. Нет, ну я тогда не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то вас давненько не было видно. Да вот, рассаду решила прикупить. А что, прежняя неужто не прижилась? Прижилась. Еще как прижилась. Я ее в холодильнике под мандаринами держала. Так мой, я не знаю, что на него нашло. Вдруг мандаринчиков захотел. Полез в ящик, а там моя рассада колосится. Он говорит, что это такое? Ну, я брякнула. Подругу, говорю, попросила от мужа спрятать. Так он такую солидарность проявил. Вы себе не представляете. Сам все погрузил в машину. Сам меня к подруге отвез. И радостно смотрел. Как я трясущимися руками свою же рассаду ей отдавала. Ой, господи, это же надо такое пережить-то, а? А где же вы теперь это прятать-то будете? Не, теперь я прямиком на дачу. А, ну, может так и вернее, а? Так, слушай, так что же мне с муравьями-то делать? Ой, ну, подожди, мне все поднимать. Хорошо, хорошо. Хорошо. Спасибо вам огромное. Вы нас так выручили. Если вы недолго, я подожду. А ребенок может остаться здесь. Благодарю, конечно. Но как это я незнакомому мужчине доверю ребенка? А-а-а, вот и познакомимся. Герман Андреевич, значит. Он самый. А меня зовут Лена. Очень приятно. Но это все равно ничего не значит. Вы сейчас точно опоздаете? Да вы не волнуйтесь, не съем я ни ваших овощей. Не вашего мальчика. Я правда, очень быстро. И, кстати, номер вашего паспорта я запомнила. И номер машины тоже. Федор, подожди меня, пожалуйста. Я очень быстро. Какая у тебя бдительная мама? Это не мама, это сестра. А-а-а, тебя как зовут-то? Федор. У тебя какой серьезник, Федор. А ты в школу-то уже ходишь? Нет пока, мне только в сентябре шесть лет будет. А чем увлекаешься? Я футбол люблю. А-а-а, а болеешь за кого? За Москву. Да ты что, это тоже моя любимая команда. Мы с тобой родственные души, Федор. Угу. Ну что, в субботу на стадионе встретимся? Они со Спартаком играют. Да, только меня вести некому. А отец не может? Да мы как-то без папы живем. У нас и так семья большая. Мама, тетя, сестра. Только их на футбол не затащишь. Аккуратненько. Улья, быстро. Оля, как хорошо. Как хорошо, что я тебя встретила. Ты посмотри, красота какая, а. Жаль, дома поставить некуда. А дачи у вас нет. Кстати, почему у вас нет дачи? Ничего, как-нибудь будет. Так, а вот эту вот милую собачку и вот этот цветочек мы берем, Оленька. Я пошла платить. Тетя Лиз, как мы дотащим все это? Да, вдвоем. Легко. Простите, а вы не подскажете до Бережковской набережной? В какую сторону? А, а это вам нужно сейчас прямо и направо. А вы по карте можете показать? Конечно. Так, значит, мы находимся здесь. Да, это вам нужно будет вот сейчас. Прямо. Смотрите, воры, воры. Ух ты! А, мерзавцы, а. Ты меня сейчас просто спас. Мне же здесь все документы. Да, двери блокировать надо. Эти воры всегда так делают. Один отвлекает, другой грабит. Я по телевизору виден. Понял. Я учту на будущее. А вот и я. Еще раз спасибо большое, что подождали. Вы даже не представляете, как меня Федор сейчас вырутил. Я теперь его должник. Да. Интересно. Ну, это наши мужские дела. А скажите, вам больше никуда не надо? Нет, спасибо большое. Ну, тогда я вас отвезу домой. Говорите адресок. Лен, ну не расстраивайся, слышишь? Да мы гордиться должны твоим поступкам. Ну, действительно, подумаешь, съемка сорвалась. Будем считать, что сегодня незапланированный выходной. Точно, надо же когда-то отдыхать. А хочешь, на природу съездим? Спасибо, уже были. Ну, разве это природа? Вот я место знаю. Лес, поляна, птички поют. Ну? А я шашлычок организую. Класс. И красного вина. А я не пью. А я тебя не считал. Ты за рулем будешь. Только учтите, что вы очень сильно рискуете. Я водитель начинающий. Отлично. От твоего чайника на заднем стекле все шарахаться будут. Лена, а как я шашлык готовлю? Лена, пальчики оближешь на березовых углях с дымком. С золотистой корочкой. А еще тетка мне домашнюю ткемуали прислала. Ну, поехали. Поехали. У меня уже слюнки текут. Лена, соглашайся, своих возьмешь. Пусть тоже воздухом подышат. Дышали уже на днях. Ну. А впрочем, вот. Может быть. Значит, мы пошли? Да. Есть, 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 есть. Эй, мне переодеться надо, подождите. Значит, через час мы около твоего дома. Я буду сестрой. Ты хоть с кузнецом. Кстати, о кузнеце. Алло. Здравствуйте. Ой, а ты говорила, не донесем. Ой. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Алло. Ой, Ленка, привет. А что делаю? Да на собаку любуюсь. Да, тетя Люся решила реабилитироваться за бамсика. И купила нам песика, да. Да нет, не волнуйся. С ним не надо гулять. Так что приедешь вечером и увидишь. Что вечером? Ой, нет, Ленка, нет. Я так устала. Ну, когда обои будем клеить? Сегодня или завтра? Тетя Люся, давайте завтра, а? Я Ленке обещала. Ну, завтра так завтра. Лена, ты когда за мной заедешь? Через полчаса. Отлично. Вот мы и приехали. Я вам очень признательна. А я тоже буду вам очень признателен, если вы отпустите Федора со мной на футбол. В субботу Москва и Спартак играют. О, ничего себе просьбочка. Вы его маму не знаете. Она его ни за что никуда не отпустит. Так мы и маму с собой возьмем. Это вообще из области фантастики. Ну, Ёлочка, может мы ее все-таки уговорим? Ну, ладно, попробуем. Спасибо вам еще раз большое. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Так я вас буду ждать двадцать третьего на этом же месте в шесть. До свидания. Счастливо. Ау! Красота! Только уж точно хочется. Девчонки! Девчонки! Амико, голодающим из паузы, где можно мне очередь? Ну, не за кто еще? Скажи мне, Лен, что мы будем делать с ремонтом? Понятия не имею. Кошмар. Я вообще не предполагала, что она так рьяно возьмется за переустройство квартиры. Бедная моя квартира. Ты еще собачку не видела. Так, Лен, это кто? Кузнец. Ну, ты же сам просил. Сестра. Зачем ты пригласила Кирилла? Это наш Алаверды забит в ресторане. Здрасте. Добрый день. Еле вас нашел. Ой, я, наверное, плохо объяснила. Да нет, видимо, у меня с возрастом развился топографический кретинизм. А я могу вас успокоить. Никита. Кирилл. Знаете, вы не одиноки. И возраст, кстати, здесь совсем ни при чем. Да, ну, ну свернули мы не там. Ну, проехали чуть-чуть мимо. Ну, конечно. Ну, каких ты, если двадцать километров? Ну, я же начинающий. И не начинаем. Георгий, Кирилл. А это наш Марик. Здрасте, здрасте. Ну, я думаю, эту девушку вам представлять не нужно. Здравствуйте. Добрый день. А давай, Федор, я тебе почитаю сказочку. Так, слушай, дорогой. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли тащить. Тянет-потянет. Тянет-потянет. Ты чего не спишь? А вытащить не может. Закрывай глазки, милый. Позвал дед бабку. Что? Кликнула. Внучка. Внучку. Ой, какая же ты прелесть у меня. Тетя Люсь, Федору репку в два года читали. Он сейчас фантастику любит. Угу, угу. Ну, давай, где там твоя фантастика-то? Доставай. А хотите, я вам почитаю? Ну, давай. Ну что, слово предоставляется Елене Александровне. А почему я? Спасибо. У нас что, настоящих мужчин нету? Вот именно. Где наши мужчины? Так, понятно. Опять я. Ну, я поднимаю этот стакан за то, чтобы наши сегодняшние потери обернулись завтра новыми приобретениями. Галечка, Галечка, я работаю. Хорошо, я перезвоню. Да. Целую. Пока. На. За то, чтобы нашим заказчикам было тесно в нашем офисе, а нашим гонорарам было тесно в наших карманах. Ну, короче, чтобы наши желания офигевали от наших возможностей. А что, про любовь совсем ничего? Слушай, не надо лично и сообщественному мешать, ладно? Ну, мы выпьем, наконец. Да-да-да-да-да. Берите шашлык. Вот это-да-да. Ну? Ммм. Слушай, какой шашлык. Ну, спасибо. Спасибо. А, зову сберите. Я вообще удивлена, что после тетины стряпни. Я еще что-то могу есть. Я тоже не думала. Да, вторая тетя Люся. Спасибо. Алло, алло. Нет, девушка, номером ошиблись. Меня, кстати, тоже один мужик достал. Он все звонил, хотел почему-то у меня чучело павиано купить. Кого? Павиано. И каждый раз цену повышал. Он думал, что я торгуюсь. Ну, короче, так меня достал, что я уже номер собрался менять. У меня тоже похожий случай был. Когда меняли АТС, мне достался номер, который раньше ЗАГСу принадлежал. Ну, и тут начался кошмар. Телефон просто разрывался. Ну, я позвонил в ЗАГС и предложил махнуться номерами. Причем за свои жидкие. Они меня так культурненько послали. Я мысленно сходил. Вернулся. И решил отомстить. Вот с этого места поподробнее. Просто зашел на сайт в интернете и попросил народ помочь. И что вы думаете? Ну. Помогли. И как интересно. А только ленивый не позвонил в ЗАГС. И все спрашивали Кирилла. О! Ну, там начали сначала бросать трубки. Но наш народ-то находчивый. Люди сменили тактику. Сначала спрашивали, можно ли зарегистрироваться. А потом так любезненько. Позовите, пожалуйста, Кирилла. Ну, короче, месяца не прошло. ЗАГС сдался. Сами мне перезвонили и предложили махнуться номерами. Здорово. Ну да, здорово. Потом я сам не рад был. Теперь звонили мне. И вначале спрашивали, можно ли зарегистрироваться. А потом спрашивали Кирилла. Я им говорю, я уже не ЗАГС. Аня, ну да, конечно, не ЗАГС. Будете знать, как над людьми измываться. Ну, и чего было дальше? Ну что, пришлось на месяц отключить телефон. Ну, за это я предлагаю выпить. Что, за телефон? Да нет, за солидарность. Давайте. А-а-а. Давайте. Как ты мог со мной так поступить? Я ночью не сплю, страдаю. Думаю только о тебе. Какая же идиотка. Алло. Привет. Нет, я ничего не делаю. В парк? На роликах? Отлично. Все, договорились. Буду через пять минут. Пока. Да, через пять минут я точно не буду. На стене на белом экране была видна чайбашья спина. Ее пальцель был похож на дыню за острыми концами. Четлюсь я у... Тсс. Предлагаю сыграть в бадминтон. Желающий есть? Да, я хочу. Знаю, кто обожает бадминтон. Правда? Правда, правда. Отлично. Держите. Так. Слушай, Лена, давай... А-а-а! Ничего себе. Ну что? Вторую часть шашлыка осилим? Су-у-у. Сушелку, да. Тогда печеной картошки. Хе-хе-хе-хе. Вторая тетя Люся. А-а-а! Хе-хе-хе. А-а-а! 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 Так. Абонент временно недоступен. Перезвоните в Куши. Сейчас, сейчас, сейчас. Хорошо здесь. Здорово, что мы выбрались. Ты знаешь, я тут хотел сказать тебе, вроде столько лет работаем вместе, а поговорить все как-то не удавалось. Нет, я понимаю, у тебя столько забот, ребенок опять же, родственников полон дом. Везде сама. Ты даже не представляешь, какая ты. Ты… Ты самая лучшая. Ты… Я люблю тебя, Лен. Никита. Хорошо здесь, правда? А, да. Здорово. Вот послушай. Угу. 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 Ты, я вижу, тоже не боец. Угу. 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 Ну, какие проблемы-то? Поедем на моей машине. Ваши возьму на буксир. Вот, Георгий сядет за руль. Я? Да. Ну, а тело? Погрузим в багажник. Приятно иметь дело с трезвым мыслящим человеком. В прямом смысле этого слова. Смотри, он просто идеальный мужчина. И к тому же свободный. Лен, ну ты когда-нибудь видела хоть одного такого, а? Либо не слишком идеальный, либо не совсем свободный. И вообще, что ты меня сватаешь. А ты скажи, что он тебе не понравился. Скажу, 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 скажу. Вы не будете возражать, если я предложу вам сесть на переднее сиденье? Нет, конечно. Что и требовалось доказать. А я не стал никому ничего доказывать. Просто взял и поступил в аспирантуру, пока родители свадьбой занимались. Чьей? Своей. Это как? Они у меня почетные клиенты ЗАГСа. Четвертый раз женятся. В смысле? В смысле друг на друге. Ничего себе. Да. Повезло мне с предками. Они у меня люди бескомпромиссные. Если любят, значит надо жениться. Если поссорились, значит пора разводиться. И так каждый раз. Я в дедушку. Он у меня человек серьезный, добрый, основательный. Банкир. Так, ты что, выходит олигарх? Ты сейчас так сказала, как будто я какое-то преступление совершил. Потом он же не здесь банкир, там, в Америке. Ничего себе. Так ты американец? Ну, извини, так получилось. Но мама у меня русская. Папа из нее здесь в России остался. Деду пришлось здесь открывать филиал. А у нас тетка из Саратова. Пончики печет. Счастливая, я к тысячу лет не ел. Вернемся домой? Поделюсь счастьем. Ленка, ты тут? О-о-о. Слушай, ну как? Ну. Ничего? Ну скажи. Ну, худовато. Прекрати. А ты с кожей пончик? Издеваешься? Я после шашлыков-то в себя прийти не могу. Нет, ну правда, как? Ничего? Скажи, пожалуйста, куда ты собираешься? Я? Да. Нет? Ну да, что-то мы с тобой в последнее время разгулялись. Не говори. Из-за тети Люси приходится из дома бежать. Услышать. Да нет, она бы деткой спит. А так не лучше? Не, лучше собери. Да? Ага. Вообще-то и нам спать пора. Да, конечно. Набегались. Ой, да уж. Ой, это называется игры для девочек старшего возраста. Ой. Ну и скажи мне, чем тебе это не нравится? Да прекрати, Лен. Смешно даже говорить. Ничего я не хочу. Моя дорогая, себя нужно заставлять. Не все же тебе жизнь по Игорю сохнуть. Ленка, все выздоровела, я выздоровела. Клянусь тебе, я сегодня это поняла. Спасибо тебе за пикник. Слушай, а где моя дочь? А, действительно. Да. Да. Вот она. Здравствуйте. Игорька, у вас случайно нет? Игорька, у вас случайно нет? Игорька, у вас случайно нет? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 А че, празднуем? И без закуски? Ну, что вы. Сейчас стаканчик, тетя Люсь. Ну, вот же огурчики, помидорчики. Ой, господи, боже мой. Красавицы вы мои. Ну. 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 Ну, жизнь-то налаживается. Ну. Муравейцы. Музыка. 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 Хоть кто-то счастлив. Ёлка. Ёлка, вставай. Давай, давай, просыпайся. Ёлка. Слышишь, на экзамен опоздаешь. Какой экзамен? А, экзамен? Так завтра же. Слушай, дочь, мы с тобой давно не разговаривали. О чем? Не о чем, а о ком. О Пете, например. А что Петя? По-моему, он очень даже ничего. Он тебе нравится? Или ты так хочешь отомстить Сашке? А за что мне ему мстить-то? Не знаю. Если вы вместе не общаетесь, наверное, есть за что. Мам, я не хотела тебя расстраивать, но поверь мне, он такой гад. Верю, детка. Но ты все-таки не ответила на мой вопрос. О Пете? Угу. Мам, вот, честное слово, когда появился Петя, я даже не вспомнила о Сашке. Ну и слава Богу. Да, слушай, а почему он один живет? У него что, у родителей далеко? Ой, мама, далеко? Ладно, вставай. Мам, вставай. Ну ладно, мы пойдем, нам еще за Машкой надо зайти. Обязательно позвоните, когда едете. Осторожно, через дорогу. Угу. Пока. Пока. Слушай, что ты мне не веришь, чтобы Ёлка по собственной инициативе решила с братом погулять? Ну ладно. Растет девочка, чувство ответственности появляется. Или просто нашла повод из дома свинять. И я ее понимаю. Меня сегодня тоже до вечера не будет. Да? А я опять на дачу. Ммм, подвезти? Нет, Маринка за мной заедет. Ну ладно, пока. Пока. Я буду поздно. Угу. Я дурак, да? Да. Ты меня ненавидишь? Да и нет. Ты бы тате своей позвонил, а она места себе не находит. Да и это быстро себя найдет. А я платье свадебной дочери купил. Уже? Ты жениха ее видела? Да, вместе на роликах катались. С китайцем? Вчера русский был. Ну и хорошо. Оль, я ведь совсем ушел. Ты не думай. Я ее не люблю. Я вообще о тебе не думал. Я вообще о тебе не думал. Значит, надежды нет. Неужели одно и того лучше? А я не одна. У меня елка есть. Лена, Федор. И тетя Люся. А, ну вот, это за мной. Счастливо тебе. Лена, Федор. Кстати, я и все. А, ну вот, это за мной. А потом я не знаю, я. Я ее не знаю. Ну и замечательно. Значит так, мы сегодня будем с тобой снимать сцену. Здравствуйте, девочки. На Мосфильме. Как будто ты приходишь сюда на экскурсию. И приходишь не один, приходишь вместе с Машей. И Маша тебе очень нравится. Но ты не знаешь, как ей об этом сказать. И потому ты берешь книжку толстую, большую, подходишь сзади и со всей силы бьешь по голове. Зачем, если она мне нравится? Ну, ну как? Чтобы привлечь ее внимание. Так у детей принято. Кто вам это сказал? Ну, как кто? В сценарии так написано. Мне Машка на самом деле нравится. А я ей бить буду? Нет, я так не смогу. Да, дела. Слушай, а это же отличная идея. Ты молодчина. Классный финал получится. Нужно только сценарий переписать и все. Молодец. Извините, что отвлекаю. Скажи, а мы тут надолго зависаем? Да я думаю, нет. Часа на три, не больше. Я тогда сбегаю быстро в магазин. Куплю что-нибудь детям поесть, да? Да сейчас кинокорм привезу. Знаю я ваш кинокорм. Детям он противопоказан. Я быстро, хорошо? Ну, ладно. А мы тогда пойдем с тобой пока. Финал перепишем. Пошли. Не знаю. Смотрю на него. Как-то странно все. Столько прожито вместе. Я так и знала, что он объявится. Скажи честно, ёкнула? Не-а. Поверишь, сама на себя удивляюсь. Ну, вот и кончилась моя личная жизнь. О, старая песня. Я даже слушать про это не хочу. Поверь мне, у тебя все только начинается. Мх-х-х. Ну, а что? О, открыто. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, где хозяин? Подскажу. Так, значит, вы сюда ехать не хотели? А вы как раз ко мне собирались. Нарочно не придумаешь. Не говори. Угощайтесь. Простите за такое угощение. Не ждал. Спасибо. А вы проект сада можете сделать? Мне крупно повезло. И Ольге тоже, учитывая характер Валентины Ивановны. Кстати, о моей свекрови. Мы когда купили этот участок, я к ней приезжаю, она так горестно говорит, вот лето, ни одного дождичка. А я ей радостно поддакиваю. Да, погода блеск. Чуть врагом номер один не стала. Ну, так жаркое лето, это же здорово. Ну? Да, не дачники. Вот тут в самую точку. Я долго сопротивлялся, но не хотел уезжать из города. Пока мои друзья сюда не перебрались и меня не перетащили. Я тоже этих дачных радостей раньше не понимала. А сейчас, знаете, думаю, господи, а что может быть лучше, чем жить на природе? А мы с вами очень похожи. Нет, представляете? Холодный осенний вечер, мелкий дождичек накрапывают, в трубе воет ветер. А ты сидишь, уютно устроившись в кресле и кутавшись пледом, и смотришь, как в камине играет огонь. Здорово, правда? Простите, заслушался. А вы знаете, я где-то недавно читал, что мужчина воспринимает женский голос как некую музыку. Поэтому с первого раза не понимает, о чем речь. Да? Да. А я-то думаю, почему мой муж все время переспрашивает? Ой, я совсем забыла. Мне же в аэропорт надо. Как? Подожди. Да, родственники из Архангельска приезжают. Ой, еще во Внуково тащиться. Ой, а как же ты? Да ты не волнуйся, я на электричке доберусь. Ну, почему на электричке? Я вас отвезу. Чудненько. Спасибо, Кирилл. Марин. Приятно было познакомиться. Взаимно. Все? Не обижайся. Марин. Подожди. Как-то неожиданно. Ну, я надеюсь, вы не торопитесь. Прошу. А правда здесь здорово. Да. Природа, тишина, покой. Муравьи бегают. Субтитры подогнал «Симон» Как жарко сегодня. У нас есть что-нибудь попить? У нас все есть. Привет, Никит. Здорово. Что с тобой? Лен, ты меня убьешь сейчас. Что случилось? Знаешь, кто это? Ну, это же… А это? Ну, а пойди их разбери, они все вон на одно лицо. Вот и я про то же. Ну, ты можешь толком сказать, что произошло? Ну, мы снимали сегодня две музыкальные группы. Ну, да. Мы снимали «Принцесс» для музыкального обозрения и эти, как их… «Унесенные головы». Сорванные башни. Спасибо. Вот, сорванные башни. Теперь вспомнить не могу, кто из них кто. Ну, и в чем проблема? Нужно позвонить их директорам, пусть они приедут на опознание. Ну, понимаешь, в чем неудобняк? Я таких дифферамов надел про их девиц, что неординарные они, ни на кого не похожие, самобытные. Ну, мне, короче, легче застрелиться, чем просить их об этом. Ситуация. Ситуация. А когда макет сдавать? Да в том-то и дело, что сегодня. Сегодня? Я не знаю, какую фотографию из двух послать. Ну-ка, покажи. Ты смотри-ка, как он ей губки-то подкачал. А бюст, а бюст, а была плоская, как доска. Ты их знаешь? Их нет, а их хирурга хорошо. Телефон. Давай, давай, давай. Зачем? Теперь так неплохо. Давай, давай, спасибо, конечно. Мальчик, не томи, не доводи до инфаркта, дай телефон. На. Как его зовут? Толик. Мария. А, Анатолий Сергеевич. А что ты раньше мальчиков? Я стою мучаюсь. Тихо, тихо, тихо. А ты на меня кричишь. Ты не мальчиков. Толик. Мы ходим в один фитнес. Кстати говоря, он мне подсказал замечательную диету. От нее такой цвет лица, что... Тебе диету? Ну. Чего он сказал? Врачебная тайна. Здравствуйте. Здравствуйте. Метруб, это директор принцессы. А, извините за беспокойство. Я буквально одну секундочку. Тут вот какое дело. Скажите, вы фотографии в редакцию уже отдали? Нет еще. О, слава богу, успел. Девчонки просили посмотреть. А, да, конечно. Ну, я через час верну. Конечно. Вот видите, как все просто. Если он унес принцессу, значит, у нас остались... башни. Все бы так просто решалось. Простите, ради бога, чужих взял. А-а-а. Я тебе сейчас верну. Конечно. Ну, вот видишь, а ты парился. А ты Толику позвони. Лена, звонит директор группы «Лимонные дочки». Меня нет. Ну, я ему так и сказал. Так, забери меня в дальние края, будем мы с тобой, бэйби. Я теперь твоя, ты целуй меня. Три, два, три, три, заканчивай руку. Ой. Ой, Петровна. Ты что, еще не одета? В смысле? Ну, мы же на танцы собирались. На танцы? Я думала, ты шутишь. Ну, какие шутки? Что я зря, что ли, целый час помаду в аптечке искала? В аптечке? А тебе идет, кстати. Да? Да. А, я все равно ничего не вижу. Ну, что ты стоишь? Собирайся и иди. Слушай, а может мы это, отменим на сегодня? Я уже тесто раскатала для лапшички. Грибной собираешь сварить, да? Ага, из беленьких. Она по наваре степнет, с лаврушечкой. Ну, знаешь, только обязательно зажарочку. Обязательно? Обязательно. Ну, что, парковочку? Слушай, что ты мне зубы заговариваешь, а? Иди, собирайся. Петровна, ты смерти моей хочешь? Нет, нет, я есть не хочу. О, вспомнила, вспомнила. Я же тебе подарок купила. Какой подарок? А вот. Ой, слуховой аппарат. Да. Спасибо. Слушай, точно такой, как у меня. Я его уже три года никак найти не могу. Ну, ладно, уговорила. Пойду наряжаться. А ты пока примеряй. Пойду наряжаться, говорю, уговорила. Ну, слышу, слышу. А что, не портит? Здравствуйте. Сегодня мы ведём репортаж со съёмочной площадки, где снимается новый детский фильм с участием молодых актёров. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Фёдор. Фёдор, а это твоя первая роль? Да. А расскажи нам, как ты попал на съёмочную площадку? Меня сестра привела. Она тоже актриса. Кино снимается. Фёдор, скажи, пожалуйста, а тебе понравилось снимать кино? О, привет. Это, это что такое? Ты о чём? Я спрашиваю, что это значит? Ну, что, телевидение приехало. Репортажи о съёмках делают. Ну, что ж, спасибо. Да ты хоть понимаешь, что ты натворил? Если Лена это увидит, она меня просто убьёт. Господи, ну, что ты так по поводу Лены всё время переживаешь? Что ты так боишься? Неужели она такая страшная? Страшная? Да не то слово. Красота. Ну, тут я ещё всё начешу. Я даже знаю, как. Люсь, видно, ты давно на танцах не была. Ну, прям как пионерка вырядилась. Такой уже не носит. Да. Ну, что б ты без меня делала? Вот что, пойдём ко мне и выберем что-нибудь помоднее. Ты знаешь, у меня есть такое парадно-выходное розовое платье. Твоё? Моё? На меня. Нет уж, Лиз. Я лучше у себя что-нибудь посмотрю. Ну, что ж, я всё посмотрела. Давайте работать. Как? Уже? Да, несите палку. Зачем? Для инсоляции. А это что такое? А, дольше объяснять принесёте, увидите. Да, ещё мне нужен будет блокнот и метр. Метр чего? Ну, просто метр. А, это? Это я найду. Нашёл? Ну, вот, это у нас эталон, по нему мы будем мерить тень. Вот, смотрите, сейчас у нас пять. Я измеряю тень на данный момент и записываю в блокнот. И так нужно делать каждый час, практически до заката солнца. Значит, мы здесь будем сидеть до вечера. Но, извините, это для работы нужно. Нет, нет, меня всё устраивает. Я пошёл за вином. Да, а мы же не замерили утренние тени. Я предлагаю сделать это завтра. О, ох ты какое! Да пойдём же скорее! Ой, я сказала, что опаздаю. Да тут опаздывай, не опаздывай, с мужичками-то не густо. А там надо заранее приходить, пока их не разобрали. Ну, ладно, поправь свою красоту, может, кого и найдём. Ну, нет, первая. Ну, нет, первая. Ну, нет, первая. Вот так вот. Люся, ты меня здесь подожди, я пойду посмотрю в контингент. Э-э-э, простите, вы здесь первый раз. Да. Я просто мимо проходила. Значит, мне повезло, что и вас первым увидел. Такая привлекательная женщина здесь одна не останется. Мы люди искусства, можем ценить женскую красоту. Ой, скажите прямо. Скажет, скажет, он ещё не то наговорит. Лизавета Петровна давно его здесь не видит. Ах, Савельич, когда ты угомонишься, а? Сколько тебя помню, всё по танцулькам ходишь. Люсь, учти, он ни одной юбки не пропустит. Да-да, про искусство говорил? Я же говорю, тот ещё артист. Не зря в театре работает гардеробщиком. В театре не работают, в театре служат. Ой, бабник. Да, она ведь такой приличный мужчина. Прям удивительно. Смотри, Петровна, это к тебе. Да ты что? Точно к тебе. Лизочка? Сёмочка, это мой бывший ухажёр. А я смотрю, ты не ты. Что? Сильно изменилась? Глаза стали подводить. Сколько ж мы с тобой не виделись? Ну, не будем считать. А как твоя поясница? Ах, не спрашивай. Ну что, пойдём тряхнём стариной. Люсь, я пойду, быстренько тряхну и вернусь. Ну, иди, иди. Быстрей. Быстрей! Ой, а вы здесь откуда? А я мимо проезжал, увидел знакомого мальчика. А у вас, я смотрю, и девочка появилась. Ваша племянница? Это Маша, моя подруга. Ага. О, очень приятно познакомиться, меня Германом зовут. Вас подвезти? Я хочу домой. Что вы, неудобно. Ну, вы же слышали, дети хотят домой. Давайте, давайте. Ура, ура, ура! Только, можно сначала Машу, а потом нас? Можно, все. Пожалуйста. Двигайся. Петровна, удивила. Просто королева бала. А? Ты что, опять не слышишь? Я аппарат в сумку положила. Королева бала, говорю. Как ты неловко вышла. Я же жениха тебе хотела найти. Не переживай, Петровна. Жила без них двадцать лет и еще проживу. Люсь, я тебе что хочу сказать? Меня Сёма в гости пригласил. Да ты что? Я вот думала, уйти или нет, а? Петровна, чья не девочка? Времени на раздумья в обрез. Больно. Я забыла, когда на свидании была. Вот сходишь и вспомнишь. А сейчас ты лапшу надо делать детям. Быстро пошли. Прям не знаю. Приехали. Угу. Спасибо вам большое. Угу. Угу. Фёдор, выйди-ка на минуточку. До свидания. Счастливо. Ну, как я понимаю, денег вы не возьмете. Правильно понимаете. Тогда я хочу вас сразу же предупредить. У меня есть молодой человек. Я очень рад. За вас. За вашего молодого человека. Тогда я ничего не понимаю. Ну, вы могли бы предположить, что вы мне просто симпатичны? Просто так не бывает. Согласен, не бывает. Наверное, нужно объяснить. Но только при условии, что это останется строго между нами. Хорошо. – До свидания. – Счастливо. Фёдор, пойдём. Фёдор. Ты про футбол не забыл? У-у-у. В субботу в шесть за вами заеду. До свидания. Пока. До встречи. Ёлка. Фёдор. Мама? Ну, как живы долго, а? Ну что, понравилось в зоопарке? В зоопарке? В зоопарке было просто замечательно. Дети смотрели на зверей, звери на детей, я смотрела за ними. В общем, все остались довольны. Правда, Фёдор? Ну, замечательно. А сейчас ты идёшь заниматься, да? Чем? Ну, то есть как, у тебя завтра экзамен? А, ну да, завтра экзамен, да-да. Ну, хорошо. Только не забудьте поесть. Тётя Люся такую грибную лапшу затеяла. Целую. Вас буду поздно. Пока. Пойдём. Пойдём. Ты сумасшедший. А я знаю. А ты не боишься, что нас могут увидеть сколько людей кругом? А может, я сам этого хочу? Нельзя же вечно по чужим квартирам скрываться. Правда? Это же не может длиться вечно. И потом мне морально будет легче, если инициатива будет исходить не от меня. Ну, вот. Мы и приехали. Да. Спасибо большое. Вы точно не передумали? Нет, мне домой нужно. А то махнули куда-нибудь. Все равно куда. В ресторан, в кино, в боулинг. Или на роликах кататься. Нет, сегодня вряд ли. Ну, тогда, может быть, в следующий раз. Не уронишь? У-у-у. Ой, а вот и Олечка. А ёлка-то где? Так откуда же мне знать? Прибежала, Фёдора оставила и убежала. Хорошо, хоть я успела пирожков ей сунуть. А вы куда? А мы вот решили к Петровне чайку попить. Посидим по-стариковски. Ну, понимаешь, да? А пойдем с нами. Я только почту посмотрю, ладно? Хорошо. Мы тебя будем ждать. Я подумала, а почему бы действительно не продолжить этот вечер? Как хорошо, что ты вернулась. А я вот тут стою, ругаю себя, что не смог ничего придумать. А не надо ничего придумывать. Вообще-то, если честно, я такая голодная. Понял. А чего бы ты хотела? Пирожков. Принято. Поехали. В этом ресторане отлично готовят рыбу. Сейчас поужинаем и поедем. А до этой твоей дачи еще далеко? Да нет, минут пятнадцать отсюда. Странная тенденция наметилась. Все меня норовят вывезти на природу. Так, интересно, а кто это все? Ну, для тебя они опасностей не представляют. Пока. Смотри у меня. Ну что, выбрала? Нет еще. Смотри, очень рекомендую. Форель, приготовленная на пару бургундского вина, фаршированная тигровыми креветками и морскими гребешками, с кедровыми орешками и красной икрой на листьях руколы. Ну, просто поэма. Уже хочу. Уже заказываю. Официант? Я уже приехала. А, ты опаздываешь? Что с тобой? Кажется, я попал. Куда? Соседка по даче. Черт. И угораздило же ее здесь появиться. Лена, слушай, тут такое дело. Ты иди к машине, а я следом через пару минут подойду. Угу. Ну, а поужинать придется на даче. Не обиделась, нет? Нет. Я отпускаю себя, отпускаю тебя, обжигает любовь. Не вы, но кто заменит тебя, кто заменит меня, кто окажется вновь. Первым мы хотели просто доказать себе. Кажется, что все предугадали. Как мы не готовились к войне, Все равно ее мы проиграли. Как мы не готовились к войне, Все равно ее мы проиграли. Я вспоминаю тебя, проклинаю себя, Расставаться любя. Сложно. Ты не забыла меня, Ты простила меня, Мне вернуться к тебе. Можно. Мы хотели просто доказать себе, Что судьба ничем не обделила. Как мы не готовились к войне, Все равно любовь нас победила. Как мы не готовились к войне, Все равно любовь нас победила. А как пахнет? Спасибо. Ой, Ленка, я смотрю, ты совсем никакая. Тебе с сахаром? Угу. Лен, ты же понимала, что у тебя с Олегом нет будущего. Понимала. Ну вот и представь, что это будущее без него уже наступило. Представила. Ну вот и умница. Ты же знаешь, что если сердце занято одним, другой не появится. Ты по собственному опыту. Какой у меня опыт, Лен? Я вообще представить не могла, что кто-то кроме мужа может меня заинтересовать. А ты представь, что заинтересовалась. Представила. Угу. 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 Иду. Здрасте. Доброе утро. Доброе утро. А вы к кому? Простите за ранний визит. Я, собственно, за Ольгой. Я,そうですね, велосипедно. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Голубушка, ну пойдите, узнаете у этого изверга, когда он наконец выставит свет ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Петрович, через двадцать пять Ну и где там наша палка? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Как ее выключить? А никак А потому что дура Ах! 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 Ну ты с ума сошел, ну… Ну по-моему ничего На. Пошмар. Алло. Алло. Пошмаков? Сколько же можно ждать? Вы что там, с ума восходили, что ли? Здесь уже съемка во всю идет. Вас до сих пор нет. Если вы через пять минут не явитесь, вас больше ни на один проект не возьмут. Ром. Поспать не дадут. Смотри, кажется, твоя подруга. Ромочка, вы мне не поможете? Моя доброта меня погубит. Иду, иду. Привет. Привет. Отлично выглядишь. Правда? А меня Амалия вызвала. Сказала, что роль для меня есть. Поздравляю. Хочешь кофе? Ты молодец. Правильно поступила. Институт, он никуда не денется. Надо же с чего-то начинать. Я вот тоже решила. Пускай маленькая роль, даже эпизод. Главное, появился шанс. Возможно, целиком уйти в работу. У тебя что, с Сашкой проблемы? Как ты догадалась? Какой же он гад. Да не расстраивайся ты так. Не стоит он того. Ну, что вы за артистки нервные пошли? Подумаешь, эпизод вырезали. Делов-то. Там и слов-то никаких не было. А вот грим вам, мелочка, сделали недурно. Я сейчас. Амалия Ивановна. Да. Да. А вы знаете жену нашего продюсера? Не продюсера, и без его жены хватает. Между прочим, ее фамилия... Бурмакина. Да хоть Пушкина. Как ты сказала? Бурмакина? Я просто слышала, что вы ищете кого-то на роль. Жены хоккеиста? Спасибо, Савельева. Я как-нибудь сама разберусь. Наплодили тут родственников. Бурмакина, милочка, ну-ка пойдем со мной. У меня к тебе разговор есть. А что это с Амалией? А Бурмакина оказалась родственницей жены нашего продюсера. Да ты что? Кто бы мог подумать? С меня пример берешь? А как же? Бурмакина, говоришь? Ну, типично итальянская фамилия. Почему итальянская? Ты что, не знаешь? У Копылова жена итальянка. Главное, чтобы Амалия теперь об этом не узнала. Что? Что? Что такое? Свет поставили? Да, давно. Амалия. Амалия. И декорации тоже. Всем привет. Тысяча извинений. Я немного опоздал. Ребят, я машину купил. Машиночку, машинку. Какую? Шикарную. Цвет синий. Салон кожаный. А колоночки? Ты повезел, какие у нее колоночки? Я про Марку спрашиваю. А, кадиллак. Ребят, да вы его лучше про год спросите. Она же моя ровесница. Да, только выглядит она чуть получше, и пробег у нее чуть поменьше, чем у тебя. Что? Ты сейчас меня со своей машиной сравнил? Кир, ты зря горячишься. Машина, я же, дорогая, не каждому по карману. Вот дорогая. Не каждому по карману. И вы туда же? Нет, ну, конечно. Твоя ровесница стоит чуть подешевле. Что ты сейчас сказал? Так, 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 детский сад, все, работать. Марик. Молодец! Ладно, ладно, Марик. Ты еще пожалеешь. Нет, ты представляешь, что здесь будет через год. Прудик у тебя уже есть, от него мы отведем ручей. И обязательно водопад. А вон там мы посадим клеве. Точно. И повесим на них гамак. Нет, нет, нет. Гамак мы повесим здесь. Согласен. Это к тебе. Здравствуй, Кирюша. Привет. И что ты тут делаешь? Приехала на наш дом посмотреть. Вижу, ты его уже достроил. Наш? А чей же? Мы же с тобой как-никак женаты. Но мне пора. Но мы не договорили. Нет, мне все понятно. А девушка у нас кто? Это Ольга. Я ландшафтный дизайнер. Это теперь так называется. Ну, всего доброго. Вам того же. Оль, подожди. Извини, меня ждут, я с Мариной договорилась. Ну, и какого черта ты приехала? Ты же меня знаешь. Просто так я бы в такую даль не потащилась. Хотя у тебя довольно мило. И потом, Вадику далековато до работы добираться. И у него уже есть загородный дом. Поэтому мы выбрали квартиру. Какую еще, Вадик? Какая квартира? Мой Вадик и наша с тобой квартира. Это с какой стать? Дорогой, ты оказывается юридически необразован. Видишь ли, сначала нужно было развестись, а потом теремок строить. Да, ты бесподобна в своей жадности. Узнаю. Знаешь, только я тебя немного огорчу. Потому что наша квартира твоему Вадику не обломится. Это почему? А потому что теремок я записал на маму. Что? Извини, очень тороплюсь. Да. Кстати, а ты отдохни, подыши свежим воздухом. Когда еще выберешься? На природу. Кирилл! Да нет, Никита, ты пойми, женщинам нужно всегда говорить только то, что они хотят услышать. И тогда не будет никаких проблем. Кстати, о проблемах. Алло. Галя. Да, это я. Галя, я сегодня задерживаюсь. Ну что я могу сделать? Смену продлили. Ты не жди меня, ложись. Пока. Алло. Ритуля. Это я. Я через полчаса освобожусь. Галя. 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 Ой, ну я попал. Смотри. Ой, смотри. Чего? Так это ж машина Марика. И как интересно, Кира от нее ключи раздобыла. Ничего себе. Куда это она? Отомстила. Здравствуйте. Здравствуйте. А Бориса нет. А я, вообще-то, Ольгу ищу. Так Борис ее и повез. Прибежала, сказала, срочно в Москву надо. У вас, случайно, нет ее телефона? Так у Мариночки же. А Марина где? В Москве. Ну так, а позвонить ей можно? Ну, не знаю. Надо у Бориса спросить. Спасибо. Всего доброго. О, подождите. Вы, случайно, не Мариночкин новый сосед? Да, сосед. Подождите минуточку. Вот, возьмите. Спасибо. У меня гвоздика семена дала. Посеять возле дома. Осторожно, не рассыпьте. Спасибо. А телефон мне? Так Борис вернется. Я же обещал прокатить. Значит, прокачу. Ну-ка, где она, моя красавица? Господи, а куда она делась? Я же сюда ее, вроде, поставил. Неужели угнали? Божечки, я же этого не переживу. Наверное, нужно в милицию позвонить. Слушай, а ты номера успел поставить? Да какие номера? Транзит. Плохо дело. Ну, что ты так расстраиваешься? Ну, увеличит пробег и вернется. Нашла время для шуток. Марик, если ты возьмешь свои слова назад, тогда, возможно, я помогу тебе. Все. Беру. Все беру. Все. И запомни, Марик, не надо так со мной шутить. Пойдем. Можешь забирать свои сокровища. Не колемся. И? Ну, как же так? Я же ее сюда поставила. Да, дорогая была машина. Не каждому по карману. Да, дорогая. Не каждому. Марик, что же я наделала-то, а? Ой. Значит, ты на меня уже не сердишься? Ну, о чем ты говоришь? Ой. То есть, ты меня уже простила? Ну, конечно, Марик. Ну, и я тебя прощаю. Никитос, а подгони мою машину. Кирочка, ты только не нервничай. Я тебе сейчас покажу. Нервные, как они, не устанавливаются. Ой, не надо, успокойся. Никитос, давай на машину. Ребята, за мной. Вам тоже достанется. Кира, Кира. Кира, Кира, Кира. Ну, только я пас. У меня дома серьезные ремонтные работы. Ну, у меня дома тоже сегодня серьезный ремонт. Тем более надо ехать. Да? Да. Поехали. Не поедешь? Ну, я правда не могу. Пока-пока, идите. Пока-пока. Эй, пока-пока. Алло. Лен, я соскучился. И что теперь? Может, встретимся? Мне последнего раза хватило. Лен, ну, прости. Но я действительно повел себя, как дурак. Угу. А хочешь, мы в субботу на футбол вместе сходим? Ты, я и Федор. На футбол? Ну, да. Как раз «Спартак» играет, а мы с мужиками все равно собирались. А-а-а, я поняла. Ты с мужиками и мы до кучи, да? Лен, ну, ты как всегда ошибаешься. Может быть. Только это ничего не изменит. Лен, я тебя очень прошу, не принимай никаких решений. Давай мы завтра встретимся и все обсудим. Завтра вечером я занята. До которого часа? До девяти, наверное. Отлично. Я как раз освобождаюсь тоже в это время. Ты мне позвонишь, и я за тобой заеду. Договорились? Может быть. Может быть. Ой, все. Может быть. Да. Пока. Ой. 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 Здравствуйте! Я Борис. Это вы меня искали? Ну, а выглядишь-то ты ничего. И подарок тете Люси на тебе как идет-то. Так, ну и что сидим? Там, между прочим, на кухне тетя Люся уже клейстер варит. Девочки, ну квартиру спасать надо. Эй! Ладно. Сама что-нибудь придумаю. Что ж нам так с тобой не везет-то, а? Не говори. И тебе женатый вон попался. Да, я же говорила, либо не слишком идеальный, либо не совсем свободный. На, на, на. Могу тебя утишить только одним. Значит, все-таки идеальный. Да, это еще и обедней. Как у тебя получается-то? Ну, наконец-то! Привет! Привет! Здравствуйте! Здравствуй, Петенька! Добрый вечер! А кто это там к нам пришел? Неужели это они? Да. Целый год за ними гоняюсь. Тетя Люся, а это Петя, наш сосед. Здравствуйте! Очень приятно. Людмила Ивановна. Тетя Люся, я обещала Пете показать наши обои, он ведь тоже делает ремонт. Да, конечно, покажи. Это ж страшно сказать, какая красота. Вот. Вот я тоже, когда их увидела, думаю, все, я без них не уйду. Скажите, где вы их взяли? О, хватился. Я же последние забрала. Боже мой, лучше бы вы мне их не показывали. Сынок, ну, сынок, тихо, ну, 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 не надо так убиваться. Слушай, это самое, да забирай. Я еще куплю. Девочки, вы все видитесь? Ну, жалко, конечно, но... Один донесешь? Да мы поможем. Вот, вот и правильно. Слушай, а мы сразу и поклеим. Я с лестер уже сварила. А-а-а! Он сегодня не может, к нему сегодня гости приедут. Да, родственники приехали. А чем угощать будешь родственникам? Ну, как? Чайку попьем. Люди с дороги, а ты чайку попьем. Сейчас, жди меня, я мигом. Ёлка, со мной! Быстро! Петечка! Я вовремя. Какая же у меня сообразительная племянница. Вся в мать. Петечка, только, пожалуйста, ни от чего не отказывайте. Беру все. Беру все. И скажите, а у вас случайно дачи нету? Хм, есть. А-а-а! Петечка! Вы наш спаситель! Лена! Вы знаете, подожди. У нас там на кухне такая девушка стоит, вот такая с лампой. Потрясающе! Посмотрите, какая собака пропадает. Порода. Лена, ты... Деревянная. Вон там фикус полиза. Лена, не звучи. На даче будет идеально. Я прошу тебя, не все сразу. Петя, сначала обои, потом девушка с фонарем. Собака и потом фикус. Молодец! Юлка, молодец! Привет, подруга. Привет. Ну, что у тебя случилось? Да ничего не случилось. Проходи. Ничего себе. Ничего. На занятиях тебя нет, к телефону не подходишь. Ты в зеркало себя давно видела? А зачем расстраиваться? Ой, не пугайся. Хорошая собачка. Кстати, Дмитрий Николаевич про тебя спрашивал. А я? Я как дура ему вру, что ты на даче проектом занимаешься. А никакого проекта не будет. С участком проблема вышла. С участком? Или с хозяином? Какая разница? Ладно, пошли чай пить. Какой чай? Собирайся, нас ждут. Куда? Ну, ты даешь. У Бори день рождения сегодня. Ой, господи, я забыла. Мариш, слушай, извини за меня, но я правда сегодня не в состоянии. В общем так, извинения не принимаются. Полчаса на сборы. Мариш. Хорошо, уговорила. Час. Я за час из тебя такую красотку сделала. Все вперед в ванную. Что ты вырядилась? Напрасно ты меня сюда привезла. С таким настроением нужно дома сидеть. Не насиделась еще? Гостей-то много? Достаточно. Ну и, слава богу, затеряюсь где-нибудь в уголке. Затеряешься, затеряешься. Пойдем. Ну и, где твои гости? А вот. О, а вот и девчонки. Машенька, иди сюда. Иди ко мне, девочка моя. Иди, дочечка. Осторожно упадешь. Нашенька, мне надо так... Однако, суетно тут в Москве жить. Я-то думала, будем собираться вечерами, дома. Все вместе. Чай пить, телевизор смотреть. А их калачом домой не заманишь. А ты радуйся. Значит, у них личная жизнь налаживается. Я радуюсь, радуюсь. Только, понимаешь, я ведь одна совсем не могу. Ну да. У меня, когда мой Павлев в Германию уехал, я думала, я повешусь в тоски. Сижу в квартире, одна, как сыч. Никому не нужная. Я ведь даже готовить для себя не могу. Да мне не хочется. Да? Кому мы, старики, нужны? Они молодые, у них своя жизнь, а мы им обуза. Тебе хорошо, у тебя хоть племянница есть. А где они, племянница? Где? Я же их почти не вижу. А что? Целый день ждешь, 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 ждешь. Наготовишь всего. А их, их. Люсь, а может, тебе в метро устроиться? Ты знаешь, там женщины в таких стеклянных колпаках сидят. А перед ними народ целый день вниз-вверх. Вниз-вверх. Ты добрая, Петровна. Я знаешь, на что надеюсь? Я думаю, вот они замуж-то выходят, а мне внуков отдадут. А внуки, это ж надолго. И то верно. Что? Что, мой дорогой? Баба Люс, а мама не говорила, когда она приедет? Да пусть погуляет. Ее же дело молодое, правильно? Ты мой дорогой. Это замечательно, салон. Да-да, нам сюда. Прошу вас. Я очень рад, что вы приехали. А, вот и хозяйка салона. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте представить, Ангелина. Я рада видеть вас. Это Елена Савельева, известный фотохудожник. А муж Ангелины, мой старинный приятель. А, кстати, где он? Сама жду. Как всегда, него время вызвали на службу. Но он глядвенно обещался. Будет непременно. Гелечка, извините, я хочу покинуть вас буквально на пять минут. Благодарю. Лен, давайте я вам салон пока покажу. С удовольствием. Пойдем посмотрим. Ну, теперь ты мне веришь? А, теперь верю. Спасибо Борису. Выручил. Ведь у него день рождения только через два дня. Как через два дня? Подожди, а какое сегодня число? Вообще-то, 22-ое. Боже мой. Ну, Маринка провела, как школьницу. Я до последнего не был уверен, что ты придешь. Марин, ну, пойдем уже сядем, наконец, а? Ну, подожди, они еще разговаривают. Пятый танец уже танцуют. Мне вон туфли шмолтают. Ну, зачем ты новые надевал? Не надо было выпендриваться. А теперь терпи. И какой ты у меня молодец, что так придумал с этим днем рождения. Дорогая, все для тебя. Ведь ты же хотела, чтобы твоя подружка стала твоей соседкой. Да, по-моему, все к этому идет. Да. Тихо. Они уходят. А мы не видим. Не видим. Ну, давайте уже скорее. Друзья, попрошу вас не расходиться. Давайте поаплодируем самой стойкой паре нашего вечера. И попросим их станцевать. На бис. У вас отличный вкус. Спасибо. По большому счету, я могла бы вообще не работать. Спасибо моему папе. Он надолго обеспечил всю мою семью. Здравствуйте. 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 Интересная работа. Но потом, знаете как? Время прошло. Дети выросли. Ириш, поставь, пожалуйста. И я, откровенно говоря, просто заскучала. Угу. А вот мой муж умница. Как здорово все придумал. У меня теперь голова днем и ночью занята только работой. Я езжу по миру. Я знакомлюсь с дизайнерами. Ищу какие-то интересные вещи для салона. И понимаете, мне хочется создать что-то свое. Какой-то свой особый, неповторимый издель. Вы так увлеченно об этом рассказываете. Я уверена, что у вас все получится. Спасибо. А ваш муж будет вами гордиться. Он меня просто любит. Субтитры создавал DimaTorzok Как тебе? Значит так. Сейчас по одному. Подходим к ней. И делаем вид, как будто знаем ее 250 лет. Ну пойдем. Нормально. Друзья. Привет. Привет. Здравствуйте. Может, познакомишь меня со своим спутником? С какой это стати? Ну, мы же не чужие друг другу люди. Петь, давай уйдем отсюда, пожалуйста. Ладно, ладно. Расслабься. Я понял, что я здесь лишний. Отдыхайте. Петь, я тебе все должна объяснить. Привет. Чего, не узнала? А это твоя маленькая месть. Ну ничего, я подожду. Честное слово, я его в первый раз в жизни вижу. Я тебе честно говорю. Ну да. Можно? Салют, подруга. Я вижу, ты тут уже прописалась. Как не придут, ты каждый раз за одним столиком. И каждый раз он с новым перцем. Да кто вы вообще такой? Что вам надо от меня? Да ладно, елка. Чего стесняться? Конечно. Зажигай дальше. Идите отсюда, вон. Ухожу, ухожу. Они что, все с ума, что ли, посходили? Петь, пожалуйста, давай идем отсюда. Его ты тоже не знаешь. А ты мне что, не веришь? Разрешите пригласить вашу даму на танец? Конечно. Пожалуйста. Я не танцую. Ну елка. Один танец по старой дружнике. Тем более, ваш молодой человек не против. Да что же это все такое? Молодой человек, передайте, пожалуйста, вашему товарищу, что его банальный розыгрыш не бался. Мы так еще на первом курсе шутили. Что бы я без тебя делала? Немножко. Я дойду. Потом приду, и мы с тобой еще немножко потанцуем. Угу. Спасибо вам огромное. Единственное, он до сих пор не появился, просто даже не знаю. Вот, наконец-то муж пришел. Я вас сейчас с ним познакомлю, хорошо? Да. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Не слышу вас. Извини. Да. Алло, это я. Я уже освободилась. Отлично. Куда за тобой заехать? Ты не понял. Я освободилась от тебя. Субтитры подогнал «Симон» А где полка? Завтра другую достанем. Зато я в лунку высыпал кучу семян. Да? Каких? Цветы вырастут, узнаем. Ну, их надо, наверное, полить. Завтра. Завтра. Налей мне вина. А чё это, гитара? Строители оставили. Жаль. Я думала, ты мне споешь. Ты со временем не споришь, подчиняешься. От себя обиды гонишь, улыбаешься. Никому давно не веришь и устала от потерь. Свою жизнь ни с кем не делишь. Но, пожалуйста, поверь, я буду долго тебя искать. И через много ночей и дней Я появлюсь, чтоб тебе сказать Ты будешь вечно в судьбе моей Я появлюсь, чтоб тебе сказать Ты будешь вечно в судьбе моей Без тебя прошло полжизни запорошенной Я скучаю по тебе, моя хорошая Ты дождись меня, родная Об одном тебя прошу Я найду тебя и знаю Никуда не отпущу Я буду долго тебя искать И через много ночей и дней Я появлюсь, чтоб тебе сказать Ты будешь вечно в судьбе моей Я появлюсь, чтоб тебе сказать Ты будешь вечно в судьбе моей Я думаю, что никогда тебя не найду Я думаю, что никогда тебя не найду Я пойду тебе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Девочки! А вы о чем? Добро пожаловать в Казахстан! 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 не легче. И что ты себе позволяешь? Сама снимаешься и Федора притащила? Ну, совсем от рук отбилась. Ну, и в каком, интересно, кино ты снимаешься? Мам, не ругай елку. Я просто пошутил. Девочки, ну, чего вы? Так хорошо сидели, кушали. Тетя Люсть, подожди. Ну, давай, давай, объяснись. Так, Федор здесь ни при чем, Лен. Я сейчас все объясню. Да, это я привела его. И я снимаюсь в кино. Мне позвонил Орловский и предложил мне главную роль. Да ладно. Сам Орловский? А институт? Академку взяла. Так, ты скажи, когда смотреть? Мне ж надо Георгия Демьяновича написать, а потом Катеньке. Побрусь, ну, Катеньку, Побрусь, Катеньку. Тетя Люсть, подожди. Мы ж с тобой договаривались. Ёлка, ты же мне обещала. Ты слышала хоть, что она сказала? Нет, мало того, что она институт бросила, она еще и замуж собралась. Ее пригласил сниматься сам Орловский. Да? Ну, что, это хорошо? Не то слово. Ну, я не знаю. Мамулечка, ну, институт я закончу, обязательно. А, ладно, делай ты, что хочешь. Да? Так ты не против, чтобы я вышла замуж за Петю? Спасибо, мамуль. Я вас всех так люблю. Ну, девочки, ну, кушайте. Вот грибочки возьмите. Ребрышки, ребрышки. Ну? Вкусно? Так, посмотрим, сколько нам нужно земли. Мне Маринка тут все подробно написала. Значит так, грунт универсальный, десять пакетиков. Это называется пакетики? Ну, хорошо. Начнем с трех. Ну, думаю, с грунтом мы разобрались. С грунтом, да. Но еще нам нужно удобрение. Оль, а может, ну его этот ландшафтный дизайн? Ну, травки засеем и хорошо. Я не поняла. А кто хотел гамак на кленах? Ну, я не думал, что гамак. А водопад? А японский садик? Тссс. Помню. Альпийская горка. Ну? Я готов. Идем за удобрениями. И Эд своего привела. А Света такая умная женщина. Ой, не говори. Мне и одного раза хватило. Я помню. Ну, так вот. Что тебе хотелось посмотреть? Ну, что? Да, шедевр. Хотел бы видеть того, кому все это нравится. Стой и не оборачивайся сразу. Справа от тебя. Должна тебя порадовать. Она такая не одна. Да? Да, еще одна у меня дома. Стоп. Я угадаю, кто? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тетя и Люся. Как ты догадался? Ты что, она от этих лягушек без ума. Не хочу тебя, конечно, огорчать заранее. Но как только тетя Люся узнает о твоей даче, боюсь, что это будет первый ее подарок. Что, тяжело? Нет. Каждый день возил бы такое. Федор. Да. Федор, меня срочно вызвали на студию. Я понимаю. Ну, чего ты так сразу расстроился? Эй. Но ведь сегодня 23-е. Да, я помню. Сегодня футбол. Но на него ты пойдешь не со мной, а с мамой. Она же не согласится. Ну, а мы ее попробуем уговорить. Как? Ну, скажем, что ты всегда мечтал стать футболистом. Угу. Ну, да. Не прокатит. Ну, а давай тогда скажем, что вы едете всей группой. М? Бесполезно. Федор, я знаешь, что подумала? А не пойти ли нам с тобой сегодня вечером на футбол? Да? Угу. Кто к нам опять? Ну, вот видишь. Угу. Здравствуйте. Добрый день, дядя Сереж, что опять бамсик потерялся? Да нет, слава богу. Я по другому делу. Здравствуйте. Тут вчера наш новый сосед мне обои предложил. Богатые такие. И главное, нарезанные уже. Оля, я был согласился, а потом подумал, что я в одиночку-то их не наклею. Может, вам сгодятся. А, да... Да вы не беспокойтесь, он их бесплатно отдает. Мы, 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 вы знаете, дядя Сереж, мы вам поможем их наклеить. В лучшем виде поможем, да. Клей сварим, все будет замечательно, вот увидите. Если так, спасибо, девочки. Вот повезло с соседями. До свидания. До свидания. Всего хорошего, дядя Сереж. Всего хорошего, бабсика, берегите. До свидания, дядя Сереж. Представляешь, был бы номер, если бы он эти обои тети Люси предложил. Бедная тетя Люся. Ну, ладно, я на съемку. Ну, удачи. Не опозорь фамилию. Постараюсь. Мам, с нами на футбол один мой товарищ хотел пойти. Дениска, что ли? Нет, это наш общий знакомый. Ты не думай ничего, он хороший. Мы просто из магазина выходили, у нас пакет упал. А он, давайте подвезу. И он нас так выручил. А потом Федор его выручил. И он нас на футбол пригласил. А я на съемки. Вот. Так. Ну, мне все ясно. С тобой я в следующий раз поговорю, чтобы ты не садилась в машину к незнакомым людям. А ты запомни. На футбол мы пойдем с тобой вдвоем. А это мы в деревне снимали. Вот мы с Антошкой малину собираем. Вот ее с молоком едим. Ой, я бы сейчас с удовольствием деревенского молочка. Да. Давай, давай, дальше. А как у тебя с Викой? Не поверишь, как в лучшие наши годы. Повзрослели мы, что ли? Я ведь только сейчас осознал, что у меня есть семья, и что я за нее отвечаю. А раньше что ж? А раньше дураком был. Самокритику одобряю. Да. По-моему, гениально. Сергей Петрович. Да. Сергей Петрович, у нас катастрофа. Редактор, опять поменяли сюжет. Как поменяли? Ну, дело в том, что Белова ушла в декрет. Ракитин поругался с продюсером, а его любимый Колосков как раз вернулся с полного метра. Вот к нему-то и уходит наша героиня. Хорошо. Очень хорошо. Вот пусть теперь они сами это и снимают. Сергей Петрович, нам под Колоскова бюджет увеличивают. Продюсер как раз хотел с вами поговорить. Может, вторую камеру попросить? Или лучше кран? Так, всем учить слова. Амальвана, раздайте текст. О, Аллочка, за мной. Все слышали, что режиссер сказал? Учите текст через полчаса мотор. Ничего себе! Каждый день сюрпризы. И что мы теперь будем делать? Значит, будем действовать старым дедовским способом. Это как? Сейчас увидишь. Так. И вот так. Клей на спину. Чего? Текст. Клей на спину. Быстрее. Так. Так, отлично. За мной. Никита Васильевич, а у нас камера здесь будет стоять? Да. Хорошо. Хорошо. Итак, я стою лицом к камере, ты у меня за спиной. За спиной. Текст видишь? Да. Поехали. Ты мне говоришь, что ты от меня уходишь. Я змираю, а потом делаю так. Что? Без эмоций. Теперь ты объясняешь мне, почему ты от меня уходишь. Я незаметно срываю текст с рубашки, вместе с пиджаком швыряю его на стул и бросаюсь в кресло. Быстро, бутылку и стакан. Бутылку и стакан. Так. Так. Да вот же, бутылка и стакан. Так, вот здесь вот. Я ставлю бутылку рядом с текстом, другой текст наклеиваю на стакан. Теперь я весь в переживаниях, наклоняюсь за бутылкой и говорю тебе, как ты могла. И далее по тексту. Наливаю виски в стакан, наливаю виски в стакан и читаю на стакане, что у меня от него будет ребёнок. Это же твой текст. Это же надо было так лажануться. Все на площадку. Сегодня работаем до восьми. И чтоб никаких переработок. По-моему, у Амалии сегодня свидание. Да ладно! У неё с кем? Хотела бы я посмотреть на него. Ну да, я ему сказала неправильный номер телефона. Да, я ему сказала, что меня зовут Изабелла. Ну и что? Неужели меня так сложно найти? Я что, такая незаметная в конце концов? Марик! Ну что ты такой задумчивый? Не кричися. Я незадумчивый. Я печальный. О-о-о! И что у нас такая вселенская печаль? Ты всё равно не поймёшь. Тебя же не бросали. Что? Меня не бросали? Ну да. Меня же не бросали. Я всегда уходила сама. Ну вот, глаза закрой. А у меня решительности не хватает. Ну почему так? Почему? Чем к ним лучше, тем они к тебе хуже. Ну это так всегда бывает, мужики. Они вообще такие. Да при чём тут мужики? Слушай, находишь, я тебе тот батник со стразами обратно верну. Правда. Я его даже ни разу не надела. Честное слово. Он тебе очень идёт. Так при чём тут я? Так ты что, его любимому человеку покупал? Ну не расстраивайся. Если есть чувства, Марик, обязательно вернётся. Да? Спасибо тебе огромное. А говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Браньё. Слушай, наш так накурил, и меня аж подташнивает. Не, а я ничего. Только что ты на солёненькое потянула. Да, везёт тебе. А мне она сладкая, как на зулу. Вес набирай, со страшной силой. Вон. Ну а что ты хочешь? У тебя какой месть? Здоровый. А у меня четвёртый. Ну что, ещё часа два и... Чего? Ладно, ладно, шучу, нормально. Что с тобой такое? Или Марик у нас беременный, или я сошёл с ума. Ты сошёл с ума. Он сам только что сказал, что он на четвёртом месяце. А, ты об этом? Ага. Так это они с Кирой курить бросили. А я правда подумал, у меня крыша поехала. А где у нас Лена? Чего она задерживается? Да не вздыхай ты так. Служебные романы добром не заканчиваются. Поверь моему опыту. А, Марик, здесь? Да, здесь. Марик! Марик, ну прости меня. Васька, ты по-моему туфли свои забыла здесь. Василиса! Господи, он у меня такой роман. Ага. Да, что-то меня это совсем не втыкает. Чё, не прикольно? М-м. Петровна, не на то смотришь. Это не твой фасон. Вот я тебе ассортимент подобрала. О, Люсь, да это ж, это ж прошлый век. Сама ты прошлый век. Иди, примеряй, я ещё посмотрю. Иди. Люся! Что? Люсь! Посмотри. Красиво? А? Сейчас мой размерчик подберут. Ты где их откопала? Немедленно сними. Ну почему, Люсь? Ну, посмотри, они под сумочку подходят, а под мою эту шляпку. Неужели ничего больше не подошло? Ну, нет. Так, значит, иди одевай свои, пойдём в другой магазин. Люсь, а где, а где мой? А правда, нету, действительно нету. А куда он делся? Люсь, я куда-то, я куда-нибудь её задевала. Так, спокойно, спокойно, смотри на меня. Спокойно. Сейчас найдём, спокойно. Кажется, то, что нужно. Вот это я понимаю. Прикольно. Ага, винтажный стиль. Смотри, как классно состарено. Дорогая? А цены нет. Я за них в 73-м году. Он зарплаты отдал. А правда, ты посмотри, хорошие туфли Петрова. Ну, ты посмотри, а? Пойдём под них в платье купить. Пойдём. Вот так вот. Иди обувайся. Мам, ну, пожалуйста, пойдём я тебя с ним познакомлю. Он хороший. Я тебе, кажется, уже всё объяснила. Я ни с кем знакомиться не собираюсь. Понимаешь? Пойдём, а то на футбол опускаем. А Фёдор, стало быть, твой сын? А Фёдор, стало быть, твой сын? Домой. Леночка, Леночка, сюда, Лен. Пойдём, я тебе мороженое куплю. Мам, нужно? Ну, конечно, идите. Тебе что-нибудь купить? Санятого калия. Нормально вылилай? Мама пьёт, только лает. А, понял, пошли. Извините. Ленка? Неужели ты? Слушай, я так рад тебя видеть. Ты знаешь, я совсем извёлся всё, хотел тебе объяснить. А объяснить уже ничего не нужно. И, между прочим, это место занято. Да? Ага. А ты что, не одна? Вот так сюрприз. Неужели я решила отомстить? Это что-то новенькое. Аккуратнее. Ну, здравствуй, Фёдор. Здравствуйте. А это место, между прочим, занято. Может, ты нас познакомишь? Это Олег. Близкий Ленин, друг. Бывший. Ну, естественно. Ну, а это, как я понимаю, отец Фёдора. Куда ты меня привёз? А ты вспомни, чего ты хотел сегодня больше всего? Чтобы ты меня поцеловал. Ну, это само собой. А ещё. Ну, вспомни, ты мне сама по телефону говорил. Точно. Малины с молоком. Да. Как здорово. Вот, малины у нас есть. А сюда мы приехали за настоящим деревенским молоком. Здравствуйте. Чего вам, ребятки? Да нам бы это, молочка купить. Зачем ж купить? Сейчас я вам из погреба принесу, холодненького. Подождите меня сейчас, скоренько. Какой же ты молодец. Это просто мечта. Малины с деревенским молоком. Что ты? Вот молочко. Свеженькое. Только сегодня купила. Да. Комплект. Малины тоже из супермаркета. Да. Ну, да. Ну, что, так и будем молчать? Я не молчу. Ну, ты же не ответила ни на один мой вопрос. Я же тебе сказала, что ничего объяснять не буду. Шесть лет тому назад ты тоже ничего не объяснила. А я дурак не спросил. Ну, тише. Ребенка разбудишь. Да, Ленка, Ленка. Че ж ты наделала-то? Это я наделала. Не я, между прочим, уехала. И не я тебя бросала. Ну, ты же первая сказала, что со мной не поедешь. Потому что карьера для тебя дороже. Ну, а кем бы я была в этой твоей Бразилии? Новохозяйкой? Зато у нас была бы семья. А у ребенка был бы отец. Я, кстати, не догадывался, что у меня есть сын. Да, я виноват, конечно. Обиделся, как идиот. Думал, все забудется. Не вышло. Думаешь, я не жалела? Куда мы едем? Домой. Опять все разбежались. Вы для кого столько салатов наделала? Поставить, что ли, тесто? Федора побаловать? А он на лыжах катается? Да. Ага. И велосипед есть? Есть. А плавать он умеет? Пока не умеет. Вот. Завтра же определю его в секцию. И на футбол пойдем. А то он не жаловался, что ему на футбол не с кем пойти. Так и жаловался. Ну, рассказывал. Скажи, а если бы ты Федора с Ёлкой не встретил, ну, тогда, возле магазина. Ты бы меня не нашел? Неужели ты не догадалась? Еще раньше я встретил Федора с тобой. Когда? На следующий день, как вернулся. Федора, я не знаю, как вернулся. Ой, вот так. Молодец, 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 молодец. Молодец. Я тогда на работе сказал, что заболел. Ну, а климатизация. Взял две недели. Я же думал, у тебя все хорошо. Муж, семья. Да. Даже не предполагал, что Федор мой сын. Как ты узнал? Просто нашел свои детские фотографии. По характеру он на тебя тоже похож. Да? Только гораздо мудрее. А почему ты нас с мамой сразу к себе не забрал? А я был в командировке. Ну, а потом? Когда ты нас вместе с Ёлкой встретил. Ну, я просто не знал, как к этому твоя мама отнесется. Спросил бы у меня. Ух ты мой, золотой ты мой. Я же говорю, что гораздо мудрее. Мамочка. Папочка. Сынами. Мамочка. Сынами. Мама, тюк. Ух ты мои дорогие. Опа. 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 Победил. Обижаешь. У нас соседка участок продает. Я уже договорился. Вот там мне места и на баньку, и на саращик хватит. Правда, я Маришке еще ничего не говорил. Пускай. Сюрпризом будет. Ну, тогда, за победу. Давай. Борь. А ты в курсе, что соседка участок продает? Так вот, я с ней уже договорилась. Представляешь, прудик сделаем и площадку для барбекю. Здорово, правда? Ага. Эй, доливай. Плакала моя баня. Маринка, ты серьезно про прудик? Да нет. Ты только Борьке не говори, я хочу сюрприз сделать. Он третий год о бане мечтает. А я уже строитель нашла. Потрясающе. Ну, а вы куда летом? Ой, не знаю, я бы с удовольствием на даче пожила. Столько сделать хочется. Но, боюсь, Кирилл не одобрит эту идею. Он меня в круиз пригласил. Ну, круиз тоже неплохо. Ну, в общем, да. Оль, я тут подумал, а может, ну и в этот круиз. Еще сто раз съездим. Давай лет проведем на даче. Здесь так хорошо. Куда ж ты, Оленька? Тетя Люсь, мы решили лето на даче провести. М-м-м, хорошо. Может, чайку? Ой, нет, я не успею. Кирилл звонил, сейчас подъедет. Угу, правильно. Здрасте, тетя Люсь. Здравствуй, Леночка. Привет, сестренка. Привет. А я тоже за вещами. О, помоги, пожалуйста. Ох, зачем мне столько вещей-то? Едите. Пойду-ка я все-таки чайник поставлю. Здравствуй, елочка. Здравствуйте, тетя Люсь. Привет, дочь. О, вся компания в сборе. Как хорошо, что вы здесь. Я хотела посоветоваться. Что такое? Мам, спокойно. Да. Вот, как вы считаете, тринадцатое число удачное для свадьбы? Тринадцатое? Подожди, у тебя же тринадцатого. А у тебя? Тринадцатого. И у меня тринадцатого. Тетя Люся. Тетя Люся. Как вам тринадцатое число? Тринадцатое число. Тринадцатое число. Тринадцатое число. Тетя Люся. Тетя Люся. Хорошо. Успеем. Что? Платье себе шить успею. Я даже знаю, какое. Ой, ой, тетя Люся. Вы лучшая. А как же? Вот теперь на эту кнопочку нажми, теперь сам. Слушай, прекрати его баловать. Почему баловать-то? Мобильный телефон, дорогущая железная дорога. Знаешь, как я в детстве мечтал о дороге? Чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух. Ну, а зачем ему кожаный футбольный мяч? Да ты не понимаешь, что значит для мальчишки мяч? Я сам в детстве мечтал о таком. Понятно. Значит, следующее будет лошадь. Почему лошадь? Ты же мне говорил, что ты в детстве мечтал покататься на лошади. А, ну да. Заодно я спокойна, что он будет учиться в этом университете. Почему? Почему? Как папа. А-а-а. У тебя телефончик. Алло? Кто? Федор! А нас сегодня, между прочим, пригласили на презентацию. Говорят, весь Бомон соберется. Пойдем? Конечно, пойдем. Правда, нас сегодня приглашали на другую презентацию. Маринка с Борей ударными темпами закончили баню. Приглашали нас на открытие. В баню? Угу. А почему я узнаю об этом последнем? Ну, тогда, естественно, мы пойдем. В баню. А куда мы идем? В свадебный салон. Нет, это я без тебя. Почему без меня? Ну, потому что жених не должен видеть невесту в свадебном платье. Да ладно. А свадебное платье без невесты он может видеть? Пошли. О, смотри, какое классное. Тебе нравится? Я знаю, чего я хочу. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Ты что, здесь уже была? Да я же недавно замуж выходила. Ага. Да в кино это было, Петя. В кино. Угу. Кстати, я там уже и развестись успела. Угу. Вот. Помните то красивое платье? Ну, которое было на этой ужасной блондинке. Я очень хочу такое же. Да, но его, кажется, меряют. Я пойду посмотрю. Как меряют? Ёлка? Папа? Ты опять здесь? И ты опять здесь? Ну, так получилось. А это твой жених? Разрешите представиться? Петр. Очень приятно. Папа. Угу. Ну, а где твоя невеста? Платье меряет. Интересно, зачем Тате второе такое же платье? Доченька, я тебя умоляю. Тише, тише. Амалия Ивановна? Ёлка. Это моя дочь. Папа, а это есть твоя невеста? Папа, а это моя дочь. Ничего себе, Амалия Ивановна. Так, получается, мы с вами будущие родственницы? Савельева, ёлочка, ты знаешь, тебя уже берут на следующий проект. Будешь сниматься с родственницей жены продюсера, этой, как его, Бурмакиной. И с Владиком, племянником режиссёра. Ты знаешь, у тебя очень талантливая дочь. Папа, а у тебя очень даже симпатичная невеста. Амалия Ивановна! Ой, здравствуйте Здравствуйте Я ваш сосед, Бамсик, не надо И что? Рядом живу Тут такое дело Собрался я завтрак готовить А это, как его, соли-то и нет? Нельзя ли это самое У вас разжиться? Кыш собака, собака, кыш Бамсик, иди сюда А что сами-то готовите? Что, жены нет? Ну, жены у меня, в общем, нету Стало быть, один живете? Да Какая миленькая собачка Вы А что в дверях стоять? Проходите Проходите Угу? Угу Угу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok